Если хочется как-то немножко там расслабиться, выпить, потусить, с классиками это сделать гораздо легче и приятнее, я тут послуханул, ну кайф, я такой эстрадник в классике, вот чё сыграть, чё такое сделать, чтобы там бабла поднять, вот если, например, жена музыкант, ну вокалист, тут сложнее, даже менты, блин, слушай, ну, я в шоке, это невозможно, мус-привет, сегодня у меня в гостях Роман Зорькин, совершенно потрясающий классический гитарист, и я безумно рад, что он появился сегодня в моей студии, ну как в студии, у меня дома, и мы поболтали на всякие различные темы, около классические и не только, беседа получилась очень-очень насыщенной, интересной и даже немножко нестандартной для классической музыки, не все камеры этого выдерживали, периодически выключались, в общем, друзья, оставайтесь с нами до конца, это очень-очень полезная и интересная беседа, которая не оставит равнодушным никого, и неважно, занимаетесь ли вы классической музыкой или эстрадной, будет очень интересно. Поехали! Привет, Ром! Привет, Паша! Очень рад, что ты заехал, для меня это внезапная, на самом деле, встреча, потому что обычно на канале присутствуют фингерстайлы-гитаристы, либо блогеры, около нашей всей тематики, а сегодня вот у меня здесь оказался ты, классический гитарист, вот, но на самом деле я очень рад, что ты пришел, потому что твой стиль игры, то, как ты интерпретируешь классическую музыку, меня очень сильно вдохновляет, когда я первый раз услышал, я такой, вау, это очень круто, тем более ты играл в подключении, и это для меня было еще особенное звучание классической гитары, потому что шарм классики при этом совершенно не потерялся, я был очень-очень приятно удивлен, это было здорово. Спасибо, спасибо, Паша, очень тоже рад встрече, как-то так с самого момента знакомства я как-то тоже почувствовал какую-то такую хорошую, такую связь какую-то на уровне каких-то ориентиров, и мне было приятно узнать, что ты тоже, в принципе, в общем-то в теме, ну вот в нашей, она, хоть и у нас такая, ну классики немножко такой народ, как бы нишевый, то есть варимся часто внутри своей тусовки и очень много, получается, таких хороших контактов просто вот теряются, потому что люди, ну просто за рамки своего мира не выходят, и в принципе я в этом смысле не совсем такой правильный классический гитарист, за что так иной раз меня и коллеги как бы так, ну типа, ну ты как бы не совсем с нами, что ли, как-то вот и по репертуару иной раз что-нибудь такое, типа вот ты играешь там всякую музыку, которая не является строго академической, допустим, вот, поэтому для меня был очень таким приятным сюрпризом узнать вот, что ты там тоже, в общем-то, играл музыку, допустим, челябинского композитора, вот Виктора Козлова, который, к сожалению, вот в этом году покинул нас, вот, и вообще, в принципе, очень много в этой теме тоже и знаешь, и понимаешь, и, а я в свою очередь наоборот, я слежу за твоими эфирами, я, в принципе, к фингерстайлу отношусь с огромной любовью и слежу за исполнителями и зарубежными, и нашими, вот, так что я активный такой зритель, так скажем, то есть я, может быть, его сам не играю на акустике, вот, просто в силу того, что, ну, как-то ногтей жалко, вот, но, в принципе, я, я так смотрю и, в общем-то, наслаждаюсь, то есть есть, есть жанры, которые я обожаю, вот, например, фингерстайл, фламенко и то, что, как бы я очень бы хотел, но просто и то, и другое невозможно себе позволить, просто в силу чисто технических особенностей, но очень это люблю, так что мы потом еще можем как-то... Рома, можно я тебя попрошу говорить чуть-чуть ближе к микрофону, а ты можешь его пододвинуть, он двигается, вот, в наушниках хорошо слышно, насколько ты плотно в него говоришь. Да, очень здорово, что ты поднял сразу тему по поводу классического мира и что классический мир немножко обособленный от всего остального, я очень хотел это затронуть и не знал, как к этому подвести, а ты прям сразу это выдал. Ну вот, я просто вспоминаю, когда я занимался классической гитарой, я помню, приехал на конкурс виртуоза гитары, который в Питере проходил, и я ехал туда с ощущением, вот, я сейчас приеду, и там все свои, все классные, такие... Я приезжаю, говорю, ребята, пойдем потусим, пообщаемся, они такие, не-не-не, мы сейчас на конкурсе, и давай-ка мы сначала все сыграем, а потом уже потусим, и я такой, что, как так-то, ну, и сразу у меня началось, началось волнение, паника, как так, вроде, а тут оказывается вот так все серьезно. Скажи, пожалуйста, вообще в классическом мире сейчас так происходит или что-то поменялось? Да, в принципе, судя по той тусовке вот современной, в которой я сейчас кручусь и там с моими ровесниками, и чуть младше, в общем, не, народ такой нормальный в целом, то есть никто там какой-то такой уж прям твердолобый у таких чуваков, которые нет-нет, мы там... Более того, такая сейчас история, есть, ну, такой бренд знаменитый Дадарио, и есть Юлия Рынкова, которая представитель вот этого бренда, так вот она говорит, что сейчас наступил такой удивительный момент, когда, если ей хочется как-то немножко там расслабиться, выпить, потусить, то как раз вот с классиками ей это сделать гораздо легче и приятнее. По причине того, что все рокеры стали зожники, веганы, сыроеды. Это, кстати, да. Я тебе скажу так, что фингерстайл-тусовка почти вся не пьет от слова совсем. Вот, да-да-да. И вегетарианцев 50%. Вот, и поскольку Юля, ну, поскольку там Дадарио у нас огромное количество, скажем, своих ресурсов тратит именно на электрогитаристов и же с ними, так сказать, направления, то, в принципе, она, конечно, всю эту тусовку знает, и рокеров, и там какого-нибудь джаз-роковых исполнителей. Вот, и она говорит, что как раз вот есть такая тема, что, блин, собираешься с чуваком на фесты где-нибудь там, ну, давайте как-то там все. А не так, не-не-не, вот у нас тут вот чаек зеленый там все, или там еще что-то такое. То есть вот, в принципе, народ в основном в целом достаточно позитивный и нормальный. То есть у нас есть закрытость скорее не в плане потусить, а присутствует закрытость немножко музыкальная, вот так я бы выразился. То есть люди немного... В каком плане ты имеешь в виду? Ну, люди слушают как бы так строго... Очень узкую музыку. Да, да, строго вот в своем каком-то таком направлении, и когда я, я тут так болтнул один раз, что я тут, типа, допустим, слушал Ивана Дорна с большим довольствием. Да, вообще, обожаю его. И на меня такие, че? Какой нахрен Дорн? Ты что такое говоришь вообще? Вот, ну, и это одно из, потому что, на самом деле, помимо Дорна, у меня там еще масса пристрастий музыкальных, вот. И получается, что я такое что-нибудь сказал, и у меня такие неудуменные взгляды. Вот у нас скорее вот в этом. То есть люди не позволяют себе, наверное, чуть пошире взглянуть на мир. Я бы мог бы охарактеризовать это как то, что классические музыканты не готовы становиться современными. Ну, в каком-то смысле, да. Но тут, видишь как, мы же занимаемся, наверное, 90, ну или 80 процентов того, что мы вообще изучаем. Это уже на сегодняшний день, это же уже просто, ну, фактически музей. То есть вот наше образование, оно как устроено. Вот ты приходишь, допустим, почему, собственно, главный облом происходит у людей, первый, у гитаристов, по крайней мере. Значит, они увидели какого-нибудь чувака там со стратокастером, который там волосами, значит, вверх и соло пилит. И он маленький мальчик, он говорит, слушай, я вот так хочу, я вот так, папа, я хочу вот так. И они его приводят в музыкальную школу, а его там, значит, у нас такого нет. То есть никакого там у тебя стратокастера. Второе, значит, садишься, играешь этюды, гаммы. В усаду или в огороде, все прошли. Вот это, да. Причем, более того, на сегодняшний день получается, что вот не изменилось ничего, особенно в регионах, вот где-то, ну, методика, так называемая. То есть вот как были вот эти желтые сборнички, там, я забыл, как они были, вот так они лежат. И люди зачастую, педагоги тоже, вот как они сидели там, и так они сидят. То есть первое разочарование уже наступает, то есть человек приходит и уже не получает того, чего. Вот, дальше, если он все-таки это пережил, перетерпел и дальше уже двигается, и он хочет как-то профессионально, то, значит, ну, дальше мы идем, там, музыкальное училище. Там дальше тоже идет традиционный набор, та программа, которая всегда была. То есть ты изучаешь барокко, ты изучаешь, там, классику, ты изучаешь, там, романтизм и так далее, и так далее. И, соответственно, у нас получается, что огромное количество музыки, 19-й век, там, не знаю, 17-й, это то, что уже, ну, вот на сегодняшний день, конечно, люди просто радикально изменились, и когда вот сейчас говорят, и, например, что, ну, типа, студенты вот как бы сейчас не очень как-то вот стремятся, что-то, я, в общем, их могу понять, потому что я столкнулся с тем, что у них эта музыка вообще не резонирует. Вот, то есть это должно совпасть просто как миллион факторов, чтобы вот человек искренне любил, там, допустим, да, вот он прям чувствовал с ней какую-то такую близость, что вот он у меня прям душа... У меня вот в жизни произошел интересный поворот событий, потому что я до классики был очень далек, ну, я уже не раз рассказывал, там, на подкасте у Макса Ярушкина, что я занимался электрогитарой, учился в джазовом колледже, выступал при этом уже в кабаках, и просто случайно поступил в университет, где мне говорят, ну-ка, покажи, что ты играешь, и я на первое занятие пришел, сыграл Роман с Гомосом вот так вот одним пальцем, и он говорит, да, конечно, добрый вечер просто полный, и началась эта классика, и я плевался от этой классики ровно два с половиной года, из пяти лет обучения, то есть в середине меня осенило, притом осенило, возвращаясь к нашему разговору, из-за Виктора Козлова, собственно говоря, то есть я когда увидел, что на классической гитаре можно играть так, и такой репертуар, который рождает образы, мысли, и вообще то, что ты проходишь, это можно действительно использовать, чтобы донести до современного уха это все, и это, конечно, был поражен. Вот, и в этот момент у меня пошел переворот сознания, я начал смотреть наоборот в сторону классики, как чего-то такого интересного, и для меня барокко стало просто чем-то новым, всепоглощающим, и вот отсюда и вопрос, как подойти к классической музыке правильно, так скажем, вот как увлечь людей в сторону классической музыки, и вообще надо ли это делать? Ну, вообще, как ты относишься, давай так, к классической музыке? Она первостепенна, или это один из вариантов музыкального содержания, который может дать гитарист сегодня со сцены? Ну, во-первых, в принципе, я вот со своими конкретно студентами, когда мы работаем, у меня вообще такой с ними ведется всегда разговор, что, ребята, значит, у нас не цель вас отправить в ВУЗ, или там сделать из вас там, я не знаю, срочно, чтобы вы все продолжили играть Баха или там еще что-то такое. Я тебя перебью, расскажи, пожалуйста, где ты преподаешь. А, да. Да. Ой, значит, с преподаванием у меня такая история, у меня такой случился музыкальный как-то дауншифтинг, значит, начинал я работать в училище Гнесиных, вот я поработал там, потом меня позвали из такой Московской области, такой городок, с которой я раньше сам не знал, называется Электросталь. Есть такое? Вот, и вот в этом городе с таким названием внезапно есть музыкальное училище имени Скрябина, ну, сейчас это колледж называют, вот, и одно время я работал параллельно и в Гнесинке, и там, а потом ушел просто туда, и ушел туда, потому что, ну, вот, несмотря на то, что я сам выпускник как раз в Гнесинке, по ТДО практически, то есть я учился в училище и в академии, вот, а, но сам я родом из провинции, то есть я родился в Ульяновске, там жил, пока в школе учился, вот, и... Вот Электростальский колледж, он такой вот маленький, компактный, и за счет этого он такой какой-то душевный, то есть там, в принципе, директор, он, во-первых, тоже музыкант, что, кстати, сейчас вот становится уже все реже, да, и что меня тоже очень подкупало, что это музыкант, человек, который все понимает вообще, вот. Ты, как бы, там находишься такое, как в семье, что ли, и есть ряд таких классных моментов, вот какое-то такое общение другое, то есть училище Гнесиных очень крутое, и действительно одно из лучших, но там из-за его масштаба, ну, это немножко такая корпорация такая чуть-чуть, это как бы ты в ней винтик такой, вроде, да. Немножко такой, получается, инкубатор музыкантов, если это грубо, наверное, выразился. Ну, может, да, не совсем так, но, допустим, нет, ну, допустим, ты можешь там работать и не знать вообще директора, то есть он тебя не знает даже, как бы, вот. Ничего себе. Ну, или так знает, но, ну, как бы, вот, так, ну, вот есть какой-то там. Да. И чтобы ты можешь к нему, например, прийти и просто о чем-то поговорить, ну, это такая история, ну, просто народу очень много. Значит, ты сейчас преподаешь в электростаре. Да, это училище, да. И еще у меня есть, еще, я после этого сделал шаг еще дальше, то есть меня позвали, значит, в институт имени Рахманинова. Это, значит, этот институт находится в Тамбове. Ага. Вот. Да, вот так внезапно. И, короче говоря, я туда поехал. У меня просто мой бывший декан, очень классный музыкант, вот он говорит, слушай, давай как-то тут у них там что-то все загибается, может. Я такой пошел и совершил такой поступок, на который меня сейчас многие смотрят и ты такие, типа, чувак, куда ты там сорвал, зачем тебе это надо? То есть люди делают карьеры, там, мол, зачем ты? Вот. А я в итоге, действительно, у меня такое получился, такой полуромантический такой, потому что, ну, да, городочек небольшой. Но ты знаешь, вот, на удивление, я то приехал, и там тоже масса классных, в общем-то, очень культурных, образованных людей. Да. Вот. И с гитарой там, действительно, как-то немножко было туговато, но после нескольких лет, вот, когда я там появился, слушай, ну, сейчас чуваки, которые там вот учатся, они котируются. Класс. То есть, как бы, на, уже вот сейчас на последнем конкурсе, который в Москве я сейчас проходил международный, ну, в числе лауреатов у меня там были ребята мои, которые как раз из Тамбова, чем я особенно горжусь, потому что парни воспряли, ну, и вообще как-то там движуха какая-то пошла, они так встрепенулись, вот, и пошли уже какие-то концерты, и ребята там начали что-то. А сколько ты преподаешь, получается, уже? Вообще я работаю в 2000-м. Когда ты начал? В 2008-м году. Ага, ага. Я просто помню, когда тебе начали говорить твои ученики, я помню, многоликая гитара играла, и там говорят, вот мы у Зойки научимся. Да, тут сейчас... Вот я думаю, кто это, кто это, кто это, и самое удивительное, я действительно был поражен, как ребята играют, и на что обращают внимание, это было для меня так ново и приятно, что, ну, я был восхищен, очень приятно. Хотя ребята тоже были закрыты на тот период, и я помню, как один из своих учеников немножко расстроился, что я его опередил тогда, и до этого, если мы с ним общались, то потом он почему-то со мной перестал общаться, и я такой, ну, это что такое? Нет, обычно, в принципе, я стараюсь так народ как-то настраивать хорошим образом, и внутри класса, так сказать, у меня там все ребята, они очень дружат, ну, и вообще достаточно доброжелательная очень обстановка, и вот сейчас как раз приезжали те, кто из Тамбова, и те, кто из электросоления, просто моментально как-то так задружились, поддерживали, помогали друг дружке, вот. И сейчас, в общем, в Тамбове я теперь стал доцентом, значит, вот этого заведения, вот. И там, кстати, тоже прекрасный музыкант руководит вот этим всем институтом. Вот, и, короче, у меня такое получилось, я, значит, это, поехал целину поднимать, типа того. Ага, классно. Вот, и действительно, да, я, собственно, миллионером не стал на эту тему, но чисто психологически мне очень приятно то, что, ну, я вижу результат. То есть вот это сейчас, я понимаю, что сейчас вот в наше время немножко... В общем, ты фанат. Ну да, видимо, да. В каком-то роли. Мне казалось, что это все-таки важно. И как бы несмотря ни на какие-то сложности... Я тебя прекрасно понимаю, потому что я сам в школе 14 лет отработал, и когда я начинал работать, у нас была прекрасная дирекция. В общем, наш директор был абсолютно прекрасный. Потом началась перетрубация некоторая, поменялось правительство в дирекции, вот, и были поставлены новые задачи, цели, и вот я все больше и больше начал понимать, что ты просто винтик в корпорации, а не личность, которая может продвигать. Потому что никогда за деньги я там не работал, потому что это небольшие зарплаты, к сожалению. Но когда ты получаешь результаты и понимаешь, что ты большая единица в этом во всем, ты получаешь неискогладимое удовольствие и работаешь как на себя. Ну да, самое главное, что мне там тоже дали определенную свободу, во-первых. Дело в том, что у нас сейчас такая история, что всех преподов заваливают бумажками. Да, да. Просто адски. Я не знаю вообще, как живут в общеобразовательных школах, потому что уже музыканты, музыканты-педагоги уже перешли на вот это вот бесконечные какие-то отчеты и там медоведомости и черт знает что. Да. Вот. И мне в этом смысле очень повезло, что как-то идут нам встречу и как-то в разумных пределах не нагружают вот этой всей истории по макушку. То есть они все-таки вот как-то видят результаты немножко вот, и что мне тоже, в общем, приятно, что все это вот люди видят и они реагируют на вот это. То есть если люди становятся лучше, они там что-то где-то там выигрывают, выступают, как-то себя показывают. То есть вот наша дирекция, вот та, с которой я сейчас работаю, вот они на это реагируют. А я знаю, что есть обратная история. То есть им абсолютно все равно, как это звучит, что там вообще происходит. Ты должен просто заполнить бумажку, поставить галочки, написать про там часы какие-то, что на выходе вообще никого не интересует. Вот. И поэтому такая история вот непростая. А по поводу музыки, вот да, сейчас вернемся. Да, вернемся обратно. Я хотел как раз. Ну, во-первых, с ребятами, опять же, со своими я стараюсь максимально широко сразу их ориентировать. Вот. То есть мы ищем дорогу индивидуально. И у меня, кстати, несколько ребят, они чуть-чуть сменили профиль. То есть у меня была девушка, она, ну вот, на гитаре ей было как-то сложно. И вот я понимал, что она все время как-то немножко борется. В общем, в итоге мы вот за время обучения выяснили, что ей очень нравится дирижирование. Ты знаешь, что она поступила на оперно-симфоническое дирижирование? Я офигел просто. Потому что это очень тяжелая профессия. И, в принципе, дирижер, он должен просто быть настолько, ну, как это, всесторонне образован. Плюс прекрасно на фортепиано играть, там, уметь вот это все читать с листа, все эти партитуры и быть очень таким широко наслушанным. Вот. То есть у меня двое стали дирижерами. Один стал писать композицию. То есть по композиции пошел. И параллельно занимался электроникой. И причем я это тоже очень поддерживал. Да. Вот он сейчас уехал в Германию. И вот они сейчас там дистанционно сделали альбомчик. Такой, с такими, ну, стебными песенками. Но электроника там действительно очень прикольная. И я, наоборот, всегда только за вот такие опыты. Потому что, ну, мне кажется, надо именно широко смотреть на музыку. Потому что музыка, она, ну, для меня, по крайней мере, нет направлений каких-то вот таких. Ну, то есть ты не упираешься в гитару, как в гитару. Нет, нет. Вообще, то есть все, что сделано, прежде всего, вот так с душой, что называется. И вот я чувствую вот это вот, как это, как сейчас говорят, вайп. Да, да, да. Вот, вот если я вот ощущаю, то я просто вот, вот, любое практически, у меня тут нет ограничений. Разве что, ну, наверное, какой-то тяжеляк. Вот я, может быть, не с металла. А я тебя прекрасно понимаю. Я почему-то тоже не могу. Деструктивно. Для меня это немножко, да, деструктивно действует. То есть я не могу долго это слушать. Вот. А хороший там какой-то рок или, ну, такой, где как-то есть, ну, какая-то идея, что ли, какая-то. Скажи, а ты эти идеи как-то заимствуешь на свое исполнение? Да. Ну, я думаю, что вообще вот все, что я имею на сегодняшний день вот в своей игре, это, конечно, в первую очередь вот то, что я слушал, просто вот жадно-жадно вот все, что мог. Я помню, когда в Москву приехал учиться, тогда вот эти CD-плееры еще в ходу были активно. А Ривер. А Ривер, да, да, да. Вот я прямо скопил каких-то денег, купил себе эту, и он у меня просто, я не знаю, работал в день, я не знаю, по сколько часов. Я полгорбушки, наверное, скупил. И причем я просто приходил, там были такие стенды, типа там джаз, этника, там, я не знаю, еще что-то. Гитаристов искал активно, тех, кого знал и кого не знал. То есть я просто вот у них, там, я помню, разрешалось послушать, то есть ты мог открыть, как бы так пробненько так полистать и, типа, и купить. Вот. И я вот таким образом просто огромное количество музыки для себя просто нашел, вот, даже не зная о каких-то исполнителях, вот. И, соответственно, вот я слушал, и вот мне как-то очень было все это интересно дико. И я вот до сих пор, сейчас такую штуку тоже скажу, не знаю, как это. Все резонирует. Да. Ну, короче, я тут недавно слуханул, альбом Наутилса, Наугад называется. Не слышал. Ну, у них, они раньше продавались, у них был такой винил, родившийся в эту ночь. Это, видимо, такое, как выяснилось, это так пиратски распространялось. А вообще он назывался вроде как Наугад. Это гитарный период Наутилса. Вот. Именно гитарный. То есть без... Слушай, я тут, я тут так слушаю, и я, блин, понимаю, что офигительные гитарные партии. Прикольно. Просто, то есть вот прямо вот туда, куда надо, чуваки. Вот это там Белкин играл, по-моему, у него, а еще там кто-то, я забыл, Беляев, кажется. И я еще просто про них книжечку такую прочитал. То есть у меня внезапно, у меня был такой период, когда я абсолютно никогда не слушал русский рок всю свою, там, лет до 30, то есть я просто мимо. Никакого там вот ни цоя, ничего, вот то, с чего начинают часто. Я к этому всему наоборот, вот после. И вот у меня было два глубочайших таких для меня открытия. Это вот Аукцион и Наутилс, которых просто вот, они музыкально просто настолько вот как-то выделялись. Потому что у нас обычно вот там упор на тексты, ну, не знаю, там считается всегда, типа как там Шевчук или, не знаю, БГ, может быть. А вот именно музыкально, и вот он Наутилс особенно, вот там вот этот был период. И я слушаю просто, я слушаю вот гитарные партии, просто вот классно там вот так вот все придумано, вот ничего лишнего, все как-то вот очень круто. У Аукциона вообще там отдельная песня. Это парни просто сумасшедшие и не из моих любимых. Если еще сесть разобрать, что там сыграли, вообще за голову берешься, там будь здоров. И особенно Федоров, на которого я ходил. Вот Федоров как раз, то есть он может один фигачить вот так. Смена размеров какие-то сложные. Да, прокачивать зал. И самое главное, я смотрел, как он играет на гитаре. Он делает это хорошо. Он вот как-то вот так очень минималистический, но я понимаю, что у него офигительный какой-то грув происходит. Я даже стал снимать потом. То есть я просто сидел и подбирал, думаю, блин, ну это просто круто. Потому что он создает какие-то такие грувы свои, которые вот никто и как-то не делает. Я помню, у меня, наверное, самое первое было впечатление в детстве, ну, из того, чего у меня можно было найти, потому что было ноль вообще музыки. Короче, у меня очень вообще вставлял разумбаум. Потому что он так жирно звучал. Что-то у него какие-то аккорды были интересные. Так интересно, ты все, что перечисляешь, все то же самое, что у меня. Ну вот видишь, я помню, я подбирал его какую-то песню. Да. И не зная еще тогда никаких ни аккордов, ни названий, я открыл для себя, значит, песня была там типа как-то в ля миноре. И я открыл для себя аккорд, вот этот сисепт, так называемая двойная доминанта. Потому что я слышу там радиез какой-то. Я нашел радиез и думаю так, вот этот, что-то еще там. И вот я методом тыка там что-то так собрал его. И для меня такое было счастье, что я нашел этот аккорд. А он его, на самом деле, очень часто использует. И мне очень нравилось, как у него так звучит. Я не знал, что у него даже строй другой. Я думаю, это он так играет. Я думаю, это вот настолько круто он так играет. Да, мне тоже было это непонятно, почему. Вроде я смотрю аккорды, но звучит по-другому. И плюс смотрел его по телеку, и там вообще не поймешь. Он как-то кулаком зажимает. Чувак зажимает что-то кулаком, просто вот так хлоп. А звучит какой-то септ офигительный. Я думаю, блин, я не мог понять, что он делает. Потом только я со временем узнал, что у него, кажется, вот строй другой, что еще что-то такое. И сейчас даже где-то я видел уже, появились прям чуть ли не какие-то парни, по-моему, с гитарной клуба, возможно. Да, да, так и есть. Они прямо делали... Да, и показывали прям его какие-то вот эти придумки. Очень прикольно было. То есть я все это снимал, впитывал. Извините, я пока тебя перебью. По поводу септ аккорды я помню свои первые впечатления, потому что все аккорды, которые вначале я приходил, но я занимался во дворе, так скажем, аэм, дэм, ля минор, а минор и так далее. И все аккорды зажимаются тремя пальцами. Да. Вот, и при том они такие как-то, ну вот такие. А когда я узнал с септа аккорда, он зажимается три пальца вот так вот, и четырьмя пальцами, и еще и шестую нельзя играть. И я такой, вау. Да. И сначала он такой немножко напрягал, а потом ты понял, что классно. Ну, от него какие-то особые вайпы. Да, да, это правда, правда. Да. И вот этот ход как раз, когда вот этот радиез, потом обычно вот у того же зубам, значит, он берет мисепт, там на ребикар, и вот этот сползание такое. Да. И вот оно мне тоже дико нравилось, потому что мне хотелось понять, как он это делает. Вот, так что мои вот эти впечатления, вот именно подбор, попытки что-то такое вообще понять, как это все вот сделано. И поскольку был тогда, когда я, считаю, в музыкалке учился до девяностых, то есть это вообще такая была дефицитный голод просто, просто капец какой. То есть я не то, что запись там какую-то найти, я ловил все, что только можно вообще хоть где-то. Поэтому я помню, когда появился там Агутин, мне он так нравился, потому что у Агутина играли парни на гитаре. Да. Я думаю, вот, гитарист есть. Я хоть гитариста живьем посмотрю, но вот не на электрухе, а на такой. Мне хотелось найти какого-нибудь человека, кто бы играл на ней. Я смотрю, у него там, я не знаю, забыл, как его зовут. Не помню, ладно. Вот. И вот его гитарист, он что-то такое там играл, и салички какие-то. Думаю, блин, какой класс. Хоть человек появился, на кого можно что-то такое поглядеть. А потом, когда узнал, что Агутин, значит, Салдемелый там сделал совместный там проект, я просто зауважал еще больше. Думаю, блин, какой вот классный мужик. Думаю, вот, что он. Он мог бы просто рубить бабки там на своих песнях, ну, в общем-то, хитовых. Он развивается музыкально. Агутин всегда был такой немножко в сторонке от всей попсы, которая у нас шла. Да, да. Вот это тоже подкупает то, что человек, я, собственно, тоже до сих пор такой, в общем-то, его поклонник в этом смысле. Он всегда как-то именно музыкально развивается, и для него, ну, во-первых, сам хороший музыкант. Я тут как-то слуханул, как он сам на клавишах играет. Очень круто. Еще импровизирует, еще вокально там поет это все. То есть это офигеть. Это просто профи прям по-настоящему. И у него обалденная команда. И то есть это все вот просто, ну, очень качественно. Вот насколько это... Я вообще удивляюсь, как он такой возник. Вообще вот вдруг. Он как... Он настолько непонятно откуда взялся вот в свое время. Вот. Я помню, когда я приехал поступать в Гнесинку, значит, ночью показывали вот этот концерт с Агутином и Элдемиолой. А Элдемиолу я просто обожал на тот момент. Но я слышал только на кассетах на каких-то. Да. Я даже не знал, как он выглядит. Прикольно. Прикольно. И я слышу ночью, вдруг у меня там отец, значит, включает. Слышу, что такое, какой-то офигенный соло. Думаю, так, это что такое? А мне надо спать, мне завтра спец играть. У меня вступительный в Москве. Я и так там весь на стрёме был, да, на диком. Но я тут слышу, что за звуки такие просто какие-то фантастические. И думаю, все, так, я иду смотреть. Время 12 ночи. Ну, мне было пофигу. То есть я смотрел вот этот концерт. И я хоть посмотрел вообще его живьем. Вот. У меня несколько таких было вот моментов, которые прямо вспоминаю вообще. Вот этот я запомнил, и потом я попал на концерт по Кадалуси. Ага. Последний, по-моему, один из последних его приездов уже вот сюда. Это где-то 2007-й. 2007-й, да. В Доме музыки. Я помню, я тоже там был. В Доме музыки, да. Там какие-то были сложности, что-то там по Райдеру, я помню, потом рассказали. Но все равно я, а мне… Слушай, но он своего звукача привез, я помню. Да, да, да. Это было очень интересно. Да, да. А мне тогда достались билеты. У меня был частный ученик. У него вот мама, она там работала. Ага. И мне дали билет очень близко к сцене. Ой, кайф. То есть я сидел, и так вот он от меня где-то в двух рядах. То есть я там на третьем, а вот сцена. И я помню, он такой выходит. И у меня прям сердце такое, думаю, фигачит. Думаю, офигеть. Я вообще сейчас… То есть это не передать. При том, что я в этот момент вдруг понял тех, какие-то некоторые безумства, которые люди там фанатеющие устраивают. Ну, как у Джексона там в обморок падали там девчонки. Вот. Я, конечно, в обморок не упал, но я ощутил вот тоже какой-то… То есть ты мечтал-мечтал всю жизнь, и вот ты попал вот в эту ситуацию. То есть ты просто вот смотришь, и вообще навсегда такие вещи вспоминаются. Вот. И, короче говоря, вот эти все комплексы вот этих всех влияний из самой разной музыки. Вот. И, соответственно, я потом, когда стал преподавать, я всегда стараюсь, во-первых, чтобы у меня ребята играли разные. То есть мы берем что-то современное, что-то классическое, и я стараюсь, чтобы они в этом всем разбирались. И вот часто подход к классике идет как раз от современной музыки. То есть мы начинаем с какой-то современной, и потихонечку-потихонечку как бы подбираемся уже к такой более академической… Я как понимаю, начальство это одобряет у тебя? Да. Потому что так не везде происходит. Нет, ну вот я за что и благодарен. То есть они как бы дают мне свободу в этом смысле, потому что они видят результаты. Класс. Вот. И то есть я стараюсь как-то находить такие… Такую музыку, чтобы было… Чтобы человек и развивался, и в то же время ему это тоже было интересно. То есть все-таки все равно еще плюс индивидуальности у каждого там своя, ребята тоже все разные. Кто-то, в принципе, совершенно спокойно сразу может начать там с каких-то таких барочек там какой-нибудь поиграть и еще что-то. А кто-то, например… Все зависит от того, какое вообще у человека образование до этого. То есть что он сам слушал, что он не слушал. У нас проблема в том, что вот эта так называемая гитарная классика, она не резонирует еще потому, что образ жизни поменялся сильно. Чувство времени другое. Да, согласен. Вот. И сейчас все так немножко ускорилось в этом смысле. И вот эти неспешность со всякими там повторами… Ну, даже классика поменялась по темпу. Конечно. То, что было «Аллегро» сто лет там назад, это уже глубокая модерата сегодняшнего дня. Да-да-да. Все очень сильно в этом смысле изменилось. И мироощущение изменилось. И поэтому я, в общем, понимаю, ребята, их сложности. Насколько им непривычно это сейчас. Вот, в принципе, не могу сказать, что я прям их суперстарше. Там вроде как, ну, мне там не типа не 60, а им там 20. Вот. И тем не менее я уже вижу, что другое поколение. Да. Вот другое. А как тебе вообще это поколение? Я очень слышу диаметральное противоположное мнение по этому поводу. Есть и плюсы, и минусы. В принципе, с одной стороны, они более свободны внутренне, что приятно, с одной стороны. Вот, с другой стороны, меня немножко уже начинает иногда чуть-чуть раздражать определенные отношения просто… Вольности. Ну, знаешь как, ну, вот они дефицита не знали, как бы. То есть, и ребята приходят уже, например, в училище, там, с какой-нибудь хорошей мастеровой гитарой. Да. Которую они бросают потом вот… А, да, это коровец согласен. Я иду в коридоре там, и она вот валяется там. Ну, вроде на стуле лежит, но как-то она так вот лежит. Вот ее можно задеть, и мне кажется, она сейчас может свалиться. Или она у батареи прям напротив. О, боже. И вот, или как-то она вот так вот… И смотрю, они уже такие у них где-то такие засаленные какие-то… Ну, не ухаживают особо они часто вот за этим всем. И я уже сколько раз вот это… Вот с этим я пытаюсь бороться, потому что вот это вот немножко потребительское такое чуть-чуть отношение. Вот это, пожалуй, и накладывает отпечаток на их музицирование в каком-то смысле. То есть ты… Когда ты что-то такое… Вот эта мечта, что-то ты очень хотел… Романтизм пропадает. Да. Наверное, в этом плане. Нет удивления уже никакого. Вот сейчас смотри, какая тема. Люди поголовно, по крайней мере, в моем окружении, вот мои ровесники чуть старше, они говорят, например, ну что Новый год? Ну вот уже как бы не тот Новый год. Новый год уже не тот. То есть уже все как бы… А на самом деле все просто. Когда вот я рос, может быть, и ты тоже, я не знаю, какие у тебя на эту тему вспомнили. Я этот весь Новый год ждал почти весь год. Вообще для меня это любимейший праздник просто. Это день, вот этот день, это вот ты уже просто к нему готовишься весь год. И ты знал, что вот сегодня, например, будет какая-нибудь еда, которой больше не будет. Ну вот в течение года. Что ты там что-нибудь такое вкусно пожрешь. А на что тебе подарят что-то, ты не мог ничего заказывать. Ты еще… Ну да, какие заказы, какие нахрен заказывали. Что будет, то это сюрприз. Да, это сюрприз. Причем почти все время это была неважно даже, даже книжка какая-нибудь. Потому что я читать любил. То есть я очень радовался. То есть ты ждешь, и вот это ожидание, вот это предвкушение, вот когда мечта. И вот оно и наполняло наши воспоминания. А как ты сейчас к Новому году относишься? Что-то поменялось? Ты знаешь, у меня… Потому что у меня поменялось. У меня тоже поменялось. Вот я сейчас тоже себя ловлю на мысли, что, блин, вот это ощущение-то уходит. И самое главное, что ничего с этим сделать нельзя. Ты знаешь, я сначала думал, что, может быть, я старею и теряю это ощущение. Но я почему-то много об этом думал, потому что я помню свои ощущения, и мне сейчас таких ощущений не хватает. Ну, во-первых, я понял, что очень много рекламы стало. То есть Новый год – это стало… Если в 90-х нечего было продавать и рекламировать, то тебя это не окружало. То теперь Новый год – это, как и 1 сентября, это кругом плакаты. Скоро Новый год. Пожалуйста, купите это. И ты понимаешь, что люди бегут тратить деньги, большие очереди, пробки. И мне это раздражает. Потому что, ребята, вообще не об этом Новый год. Не об этом. А второе, на самом деле, хотел рассказать, что я нашел для себя выход из этой ситуации. Поскольку я постоянно выступаю на сцене, а Новый год для меня не встретить на сцене – это вообще… Это прям мучение было один раз за последние 17 лет, чтобы я встречал не на сцене, и я просто грустил. Я нашел для себя выход, что приблизительно 8-го числа я собираю всех друзей, и мы отмечаем Новый год всех музыкантов. И получается, что у тебя свой праздник уже без пробок, без вот этих лишних моментов. Ну да, как вариант. А я наоборот, ты знаешь, почти никогда не отмечал его ни на какой, ни на сцене. То есть у меня вот этого не было. Я что-то… Во-первых, я, в принципе, мало играл даже в студенческие годы, допустим, в каких-то там кавер-командах, чтобы мы так можем было халтурить на Новый год. Но я несколько раз помогал жене своей. Она как раз участвовала. То есть я встречал Новый год в гримёрке, ожидая, когда они там сыграют. То есть это было так странновато немножко. То есть ты сидишь, такой ждёшь, потом девчонки забегают, так суетливо что-то, дынь-дынь с там шампанским и назад. А ты как бы сидишь такой, что-то там как-то размышляешь. Вот. Но возвращаясь вот к тому, что когда у тебя есть вот определённое такое изобилие, что ли, вроде все об этом мечтали когда-то, что всем хочется купить мандаринов. Вот в любой момент, а не тогда, когда там их случайно привезли, тебе нужно три часа за ними отстоять. Я понимаю всё это раздражение, что люди, конечно, это тогда вот тоже уставали адски. Но вот как ребёнку мне вот, я этой всей кухни же не знал, то есть мне вот само ощущение, что вот этот праздник, и я его жду, и что сейчас вот мне там что-то дадут, на следующий день я найду. Причём подарки я никогда не мог заметить, как они появлялись. То есть долгие годы, значит, я просто вот ложился спать, и вроде так уже с полглаза спишь, ждёшь утро, чтобы подбежать. И они возникали там. То есть потом я понимал, что это, конечно, делают родители, но я не понимаю, когда они это делают. То есть они как-то умудрялись сделать так, что они уже там были, и ты бежал вот смотреть, а что там сейчас, вот что там сейчас будет. И каждый раз, не знаю, меня очень это всё радовало. И вот, собственно, вот эти ощущения, проецируя на музыку, вот парадокс получается в чём, что музыки-то сейчас дофига, ты можешь лёгким движением пальца зайти в телефон и сдёрнуть любой альбом, который тебе там надо, вот из библиотеки, но они их не слушают. Я общаюсь с ребятами, выясняется, что они не слушают музыку. То есть у них нет такого, или что-то фоном такое вот брякает, ну просто, то есть они говорят, да мне всё равно, в принципе. И вот это меня немножко огорчает. А как, в общем, у них ощущения к тому, чем они занимаются? Да, в общем, на самом деле зачастую, как бы вот в том-то дело, что иногда нет какого-то, нет никакого ощущения. То есть они просто, ну, как-то плывут. Потому что у меня это был фанатизм. Ну, то есть... Вот, к сожалению, вот такая именно преданность и любовь к этому, она не так немножко сейчас происходит, вот не так. И ещё изменилось ощущение времени и результата. То есть должно немедленно получиться. Да. То есть как бы... Это когда им, например, что-то объясняешь или показываешь, и человек, если, например, он занимается над этим больше недели, всё, он уже отстывает. Я помню, я там какие-то вещи отрабатывал там год или два или три. Да. И я хотел это. Некоторые произведения можно делать пять лет и только потом их вытащить на сцену. Да, кстати говоря, вот у того же Виктора Козлова, у него вот эта пьеса есть «Летучая голландия» называется. Там есть «Адское место». Я вот два года делал. У меня, наверное, три ушло. Причём я уже сначала в какой-то момент я отчаялся, потому что у меня не получалось. Я отложил, но потом всё, я это сделал. Но у меня тогда был такой кайф от того, что я преодолел. И вот это им непонятно. То есть они не понимают, как можно столько времени на это потратить. И ещё один момент, пожалуй, это, что, собственно, не очень мне нравится, это вот эта расфокусированность вообще такая на… То есть неумение сосредоточиться. То есть это вечная многозадачность вот эта, ну, как бы типа играем одним глазом туда. Да. Вот. И она как перекочевала на концерты. То есть они когда сидят на концертах, они не слушают вот это полноценно. То есть я уже смотрю, народ, ну, стараюсь свой, по крайней мере, от этого отучать, заставлять как-то, чтобы… А в основном подавляющая масса сразу… Принкс и что-то там, да, телефончик. Потом такие говорят, ну, что-то скучно. Я говорю, ребят, ну, а вы вообще попытались, в принципе, почувствовать, что вам сейчас человек-то сказал, например. Или, допустим, они не идут на исполнителя, на того же самого, ну, типа, ну, мы же уже это слышали. То есть, например, ну, человек играет, он может что-то повторить. И это нормально, кстати. Более того, я очень часто… А мне, наоборот, нравится послушать то же самое, посмотреть, что поменялось, или пережить те же ощущения. В этом-то и кайф. То есть, вот это вот какой-то… Еще раз, еще раз какие-то… Во-первых, все по-разному это делают. То есть, он второй раз не сыграет так же. Если ты внимательно послушал, ты можешь увидеть вот рост какой-то, или наоборот. Но в любом случае ты как-то вовлекаешься. Вот. И тут немножко обламывает. И вот об этом я стараюсь, в принципе, все время как-то вот это проговаривать. Вот это сильно отличает. Возвращаемся к нашему разговору. Хорошо, что я все-таки проверил камеру. Одна камера не писала вот это, к сожалению. И это возвращаясь к многозадачности. Вот смотри, наше поколение все время пытается решить все задачи, сразу все взять на себя, от чего не делает современное поколение. Иногда, я думаю, что они делают даже в этом плане немножко правильно, потому что они выбирают именно тот путь, который дается легко. И самое главное, что ты не перегружаешься. Потому что вот здесь, да, мне нужно настроить, допустим, микрофоны, поставить одну, вторую, третью камеру, запустить слайдеры и прочее, еще вспомнить про речь. И вот происходят вот такие ситуации, как сейчас, что камера выключилась. Вот. У современного поколения, мне кажется, меньше этих проблем. Они умеют делегировать некоторые вещи. Ну, может, с одной стороны. Но поскольку я-то, скажем так, занимаюсь с людьми, которые призваны, скажем так, быть музыкантами, то есть мы имеем дело, по большому счету, с эмоциями и умением их выразить. И здесь вот не прокатит так на пол ноги, что называется. То есть вовлекаться нужно целиком и полностью. Ну, по-хорошему. То есть, с одной стороны, вот как бы какой плюс есть у людей? Они не закомплексованы. То есть и часто можно услышать, ну, допустим, вот раньше у нас, я-то, получается, немножко как бы полу... Чуть-чуть советское, чуть-чуть там, может быть... Прости, пожалуйста, я выключу. Ну, вот, собственно, и звук забыл в телефоне. Ничего страшного. Вот, и, допустим, тогда себя хвалить как-то считалось, ну, что ты зазнаешься, то есть не надо себя так выставлять и говорить, что я там круто сыграл, допустим, ну, как-то не поддерживался. Опять же, я сейчас не даю этому оценку, ну, так тогда было. У них наоборот, то есть они в этом смысле не стесняются, то есть они говорили, я хорошо сыграл, я вообще отлично сыграл. Но иногда это приводит к обратной истории. То есть они, как будто эта грань тонкая здесь, вот как себя оценить правильно. То есть человек сыграл на самом деле не очень, но из-за того, что он считает, что он, в принципе, крут, то есть он считает, что и нормально, и так нормально. И вот здесь вот такой момент, к сожалению, деструктивный, на мой взгляд, потому что, слушай, сейчас такая история, вот, ну, если мы так в целом глянем какую-то массовую культуру, то в ходу идут вот такие частенько фразочки, типа, ну, не знаю, ну, есть там, допустим, какие-нибудь там, та же какая-нибудь там Бузова, которая играет роль очевидной, такой недалекой, так мягко выразимся, девушки. И все говорят, ну, правильно, вот, а что? Я такая, я не как бы там, и нормально, и нормально. И то есть не надо там что-то развивать. И вот как бы оно чуть-чуть к таким краешкам задевает иногда те специальности, которые как раз требуют самодачи полной. И то есть когда ты говоришь, например, человеку, что им надо как-то, он говорит, а что, да нормально, ну, допустим, там как-то за звуком следить, чтобы он был какой-то приятный, красивый. И на это мне, в принципе, часто так, ну, был у меня там студент, который говорил, ну, а зачем? Вот есть чуваки, которые в интернете прославились, и у них не очень звук, но зато… И как бы в такие моменты даже не знаю, с чем оппонировать особо. Ну да, они прославились, я согласен, но это внутренняя потребность как-то фирменно сделать, именно вот фирменно. Потому что я всегда как-то стараюсь вот именно… Вообще сложная действительно ситуация, потому что я солидарен и с тем, и с той точки зрения, и с этой точкой зрения. Потому что хорошо, когда ты получаешь успех, не сильно вкладываясь, не вкладываясь не с перебором, так скажем. Почему? Потому что ты растёшь психически здоровым. То, что тебя не грузят твои неудачи, которые периодически вымышленные, потому что там бывает, да, вот мы говорим про тот пассаж, не пассаж, а арпеджио у Виктора Козлова, и ты делаешь месяц, два, полгода, год, и оно у тебя не получается, и тебя это парит, ты ложишься спать и представляешь, как твои пальцы бегают, и ты пытаешься понять, как бы поставить руку, и как бы сделать это крещендо при этом, и там вот где-то уйти и прочее. Ну вот. И в этот момент ты, наверное, мне так кажется, теряешь свою энергию, которую ты мог бы направить в другое русло. С другой стороны, мне понятно и другое мнение, потому что все-таки любая специальность, она стремится сделать из нас не просто человека, а сверхчеловека, который может сделать что-то на выше голову, чем среднестатистически. Именно в этом-то и прелесть музыки, на мой взгляд, потому что музыка — это магия. Если мы понимаем, как это делается, то музыка уже теряет свой смысл. Но вот мне еще кажется, что, в принципе, вот крутые профи, которые в каждом деле есть, там, не знаю, да, бывают среди них феномены, которые вот, то есть у них есть исходные данные, которые очень сильно помогают им, не знаю, там какой-нибудь бегун знаменитый, как вот там Усейн, который там из Ямайки тысячу мировых рекордов по скорости. У него там, может быть, исходная природа, она ему очень помогала в этом, но он еще и вкалывал все-таки. И вот здесь как раз с одной стороны, да, ты говоришь, чтобы энергию не терять, но как бы ты часто, ну, люди, получается, все-таки ценят то, что они, наверное, именно ценят, сильно ценят. То есть вот, знаешь, долго не получалось, и получилось. И вот с каким ощущением ты вот это прожил и с каким ты это вот получил? Или, например, у тебя просто получилось сразу? Ну, ты просто как бы, ну, получилось. А есть ли моменты, которые у тебя получили сразу, и ты их ценишь? Ну, наверное, но вот все равно запоминается именно то, когда ты… Прошел. Прошел, да. Прошел. Я не знаю, почему так. Может быть, вот это тоже какая-то загадка определенная. Хорошо, а тогда вот еще глубже копнуть этот вопрос. Как ты думаешь, все ли обучающийся гитарист, всех ли успехов может достичь от гитары? Или кому-то что-то не дано? Ну, я думаю, что, конечно, не всегда и не все. Жизнь распределяет, на самом деле, очень сильно со временем. Я, это к вопросу таланта. Да, конечно. И какого-то предрасположенности. Нет, однозначно. Конечно, тут должно сойтись очень много всего в одну какую-то, как это, в одном человеке. То есть это тоже такие загадки, магия, химия, не знаю, что угодно. То есть здесь одним трудом, конечно, ты… То есть бывает, ты можешь заниматься днями и ночами, но вот не идет. И тогда действительно нужно задуматься. Может быть, может быть, что-то идет не так или изначально, может быть, как-то… То есть здесь сложный вопрос. Вот. И, ну, видишь, каждый год выпускается огромное количество музыкантов. Да. Естественно. И меня всегда тоже интересовало, куда они все деваются, потому что… А вот куда они все деваются? Ну, вот я так понимаю, что часть людей… Кто-то меняет работу. То есть они, может быть, остаются в музыке, но не по профилю. Ну, не совсем по профилю. Вот. Я могу, например, свой курс. Вот из Академии мы выпускались. Вот у нас получилось, что много ушло как-то в другую степь. Вот. То есть особенно именно народники. Ну, в смысле, кто играет на народных инструментах, там, например, баян какой-нибудь. Ага. Вот он особо не востребован. Кстати, меня это все время удивляло, потому что, когда ты слышишь академический репутат, это очень круто. И никто это не знает. Это вообще… Это бомбически круто. Но, к сожалению, вот у нас так поддержки как бы государственной в этом смысле нет. Ага. Кто-то остается преподавать, кто-то играет в каких-то коллективах, кто-то занимается звукорежиссурой. Очень, кстати, довольно частенько профиль меняется именно вот в такую сторону. Вот. Кто-то занимается… Кстати, мой однокурсник, он стал видео снимать. И причем, в принципе, он очень увлекся. То есть это вот как раз не того, что типа денег нет, и я пойду снимать. А он просто начал снимать и понял, что… Похожее, что ли. То есть как бы это, кстати, приятно на самом деле. Лучше быть… Как это? Лучше снимать с кайфом, чем быть как бы баянистом и не очень это вот до конца любить. Вот. Девчонки многие побросали тоже. Опять же, кто-то остался преподавать, но кто-то сменил просто специальность. То есть и парни некоторые тоже просто сменили профиль. Ну, он может быть какой-то… А ты, когда закончил университет, ты понимал, что ты будешь оставаться в этой специальности? И вообще, что тебя заставляло оставаться? Потому что оставаться в классической гитаре – это очень сложно, потому что непонятно, на чем зарабатывать и вообще куда двигаться. Ну, слушай, у меня было так. Я, когда учился, у меня в голове сидела такая установка, немножко, мне кажется, тоже чуть-чуть из старого какого-то, может быть, советского. Да. Типа ты должен хорошо делать, условно, хорошо учиться или делать свое дело хорошо, и тебя жизнь как-то… Наградит. Да. То есть я вот как-то так, вспоминая себя, когда я учился, я не задумывался, вот ты знаешь, вот реально я не задумывался, а что я буду. То есть я понимал только одно, что мне очень нравится вот это, то, что я делаю. И мне нравится вот это вот, где я нахожусь, вот эта среда. Но я не осознавал такой момент, что типа, ну и что я там буду сейчас дальше делать. У меня так получилось, что из-за того, что мне нравилось очень много всего, у меня такой интересный получился путь, что, значит, я начинал, когда еще студентом, у меня какие-то певички брали подыграть себе там чего-нибудь. То есть я познакомился немножко с бардовской тусовкой. То есть, ну это когда… Вот обычно это как, люди, кто там что-то исполняют, они так умеют два-три аккорда играть, но как бы вот там что-то сверху украсить, им обычно кто-то требуется, ну потому что их скучноват их слушать, не все такие, как Розенбаум. Вот. И я был вот таким человеком, который там, значит, вот… То есть это была одна история, там, то есть романсы, бобардовская какая-то тема, вот, параллельно, ну, соответственно, учился. После этого у меня был период долгий аргентинского танго. Значит, я играл в команде, мы вот прямо взялись за это дело, очень так, прям серьезно. С аргентинцами очень много времени проводили и в турах, и, в принципе, так, в общении. Кстати, благодаря аргентинцам я кучу музыки обзавел, латиноамериканских гитаристов, которых вообще не знал. То есть, а у них там вообще, будь здоров, люди играют, и мы просто даже не в курсе зачастую, что там происходит. А там, на самом деле, гитара всегда была, ну, просто на очень крутом уровне. У них, кстати, была своя техника, поскольку народ там с банденеоном играл, но при этом гитара с нейлоном. И они играли медиатором и пальцами. То есть, как бы там такое смешанное. Чики-пикин. Да-да-да, вот эта вот история. Очень лихо я потом послушал, что там мужики даже в 60-х, 50-х просто супер. И, значит, это был период тоже довольно длительный. Мы много гастролировали, в Европу, в Штаты ездили. Вот, потом, соответственно, с коллектива я ушел, я начал заниматься там своими какими-то концертами. Потом пошла, соответственно, преподавательская деятельность. И потом у меня еще появилась такая программа с Вениамином Смеховым, актером, вот, и его дочерью, Аликой Смеховой. У нас такая тоже музыкально-поэтическая история. И мы тоже, значит, там гастролировали, что-то у нас, 11 стран, что ли, мы, я посчитал. Ого, классно. Да. То есть у меня получилось так, что я как бы вот в плане, если говорить там, допустим, какие-то финансовые дела, то, получается, у меня были источники не один, а много. И, в принципе, я вижу в этом, ну, так, не назову за этим будущее, но за этим серьезная такая история. То есть вот как бы нынешнее время, я считаю, учит быть мобильным. И вот своим студентам я пытаюсь это внушить, что чтобы они не замыкались на чем-то одном, а вот развивались всесторонне, потому что, ну, вот у современного музыканта получается источников, ну, если так он… Ну, источников дохода очень много. Ну, то есть он может преподавать, он может выступать, он может играть в каких-то проектах, он может быть сессионником, я не знаю, ну, что там еще. Ну, опять же, если какие-то курсы, ну, это, опять же, отнесем к преподаванию. Ну, как минимум, там, 4-5 таких линий, которые можно, в общем-то, использовать. И, в принципе, все хорошие музыканты, которые сейчас как-то на слуху, более-менее, особенно ребята, которые, например, сейчас в эстраде играют, ну, допустим, там, Феди Досумов, который, с одной стороны, он, да, играет вроде как поп-проект у Лепса, хотя, ну, у Лепса как бы у него не столько поп, наверное, там, смесь такая, чуть-чуть рок, чуть-чуть, там, того-сего. С одной стороны, он играет в этом коллективе прекрасно, вписывается, и с другой же стороны, он офигительный просто музыкант. Ну, он, конечно, уровень южнородного значения. Да, феномен абсолютный, да. Там, в своей стезе, типа, там, джаз-рок фьюжн, я не знаю, как это все, с каким словом можно назвать. Кстати, было бы интересно его и здесь увидеть. Ой, да, это я бы с удовольствием... Ну, конечно, его сложно выцепить, потому что у него постоянные гастроли. Он еще, кстати, сейчас занялся какой-то, я не знаю, как это называется правильно, то есть он сделал какую-то домашнюю студию с визуальными эффектами, и, то есть, выглядит это офигеть, просто... Какой-то нереал, да, посмотри, потому что, я думаю, тебе будет это... Более понятно, как это все, значит, сделать. Ну, то есть он, допустим, ты сидишь дома, но кажется, что ты находишься, допустим, в пустыне. А, ну, может быть, просто на зеленке снимать, нет? Вот, понимаешь, может, и на зеленке, но это выглядит настолько круто, что я уже просто не знаю, что он там такое делает, потому что абсолютно какое-то нереальное вот это видео. Он там сделал какую-то очень крутую студию, и я так понимаю, что он в этом направлении, ему сейчас интересно поработать. То есть он делает какие-то такие проекты. Класс. То есть вот, пожалуйста, человек, который, в общем-то, универсал в этом смысле. И сейчас таких становится очень много, когда ребята могут очень широкий спектр предоставить вот таких, причем на фирменном уровне. И вот моя была мечта, чтобы я мог при моем желании вписаться в какую-то историю, в любую, которая мне интересна, и стараться быть там как-то на уровне. Чем больше ты общаешься с разными музыкантами и взаимодействуешь, вот это вот какое-то тебя очень сильно обогащает. И, собственно, почему иногда получается, вот я говорю, наш цех такой немножко чуть-чуть закрывается от этого всего. Ошибочно считая, типа, что это, ну, так, это как бы не то. Хотя на самом деле это другая абсолютная история с огромным количеством трудностей. Вот здесь мы с тобой немножко расходимся, не то чтобы глобально, но, мне кажется, бывают другие крайности, допустим, как у меня, потому что я все делаю одновременно. Я принимаюсь в видео, записываю звук, делаю фотографии. Ну, так у тебя же хорошо получается. Да, 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 но играю-то я не так круто, как ты, понимаешь, в чем дело. Ну, слушай, ну… Что-то позаимствует так прям чуть-чуть, но будет делать только свое. И никакой там сессионник, никогда он не пойдет. Вот. И добивается больших успехов. Да, я не спорю, что можно и так. Но я говорю лишь, это не как, как это сказать, это не каждому подходит, во-первых. Во-вторых, не каждый должен быть обязательно… То есть иногда прелесть человека именно в его многогранности, не потому что он очень крутой, узкий специалист, а он может быть интересен вот в ряде вещей, и это не уменьшает его значимости, так скажем. И еще, соответственно, ну вот у Саши Месько конкретно вышло. Да. То есть у него получилось за счет… Ну, просто получилось. Сейчас не будем тут. Я не настолько знаю просто его именно как бы творческий, медийный путь. Вот. Поэтому очень тоже уважаю. Очень классный. Вот. У него удалось. Например, кто-то… У кого-то не так удалось, а он тоже все вложил, допустим, в эту историю. Я же еще говорю это как… Как бы… У меня просто мои студенты иногда спрашивают, ну вот и что мы вот… Ну вот что мы там… Вот мы там закончим и… Или еще что-то вот такое. Ну, во-первых, конечно, я не могу никому ничего гарантировать, как у тебя лично сложится. Это такая история. Я про себя-то не могу гарантировать. А что… Ну, я могу примерно что-то, но может произойти что-то, что изменит всю мою жизнь, например. Карантин, например. Вот, пожалуйста. Кстати, огромнейший облом, который просто музыкантом все просто вот так вот раз. И то есть все, что у тебя было… Вот эти рельсы, по которым ты катился. Просто все, они остановились. И вот. И все встало. Вот конкретно мне, например, это, конечно, было очень грустно и неприятно, но в то же время это не нанесло мне удар такой, который вот там… Что я вот все, меня ломает, я сейчас вот умру. Ну, потому что у меня есть педагогика, которую я тоже люблю и с которой занимаюсь с удовольствием. То есть я просто, ну, на некоторое время чуть-чуть сфокусировался вот туда. И плюс там какие-то вещи сам для себя делал. Там что-то… Я диск записал, допустим, там, не знаю, за это время. И то есть меня конкретно это никак не… Как это разбило вот так внутренне, как некоторых людей, которые просто вот этим жили исключительно. То есть вот, пожалуйста, тоже в каком-то смысле ответ на вопрос. Например, вот ты все вложил вот туда, допустим, и хлоп, и жизнь вот так тебе… Вот это все твои вложения, они вот на какое-то время, они просто хлоп и все. Слушай, ну, возвращаясь к вопросу Саши Мясько, чем мне кажется, в чем секрет его успеха, он очень объективен. Он точно понимает, что он делает, и когда это выстрелит, и куда вообще направить свои силы. Не зная, откуда срабатывает такая чуйка, образованность в этом направлении, либо просто дар в этом плане. Потому что он сам понимает, где его плюсы, где минусы, знает, как показать себя выгодно, со какой стороны, и на что направить сейчас всю свою деятельность. Это очень круто. Я всегда таких людей очень тоже уважал. И другое дело, что просто это есть не у каждого. Это, в общем, тоже талант определенный. Вот как бы... Я вот к чему клоню. Смотри, то есть он сам себе продюсер, при том прирожденный сам себе продюсер. А вот всем остальным музыкантам, особенно классикам, не хватает этого. Если мы говорим про Европу, то у них есть коуч, которые их ведут. А у нас здесь этого нет. Ты говоришь, я не могу им гарантировать, даже себе не могу гарантировать. Но ведь было бы здорово, что в наше музыкальное образование добавили щепотку объективности, которой нет. Во-первых, у нас как раз сейчас огромный пробел вообще в нашей именно сфере, в академической, с тем, что людей вообще не учат ничему тому, что пригодится им в жизни. То есть умение, например, написать резюмешку хотя бы, просто вот релиз какой-то составить. Умение, ну, как-то вообще себя правильно подать именно с учетом твоей какой-то вот специфики. То есть вот куда, вот именно те самые плюсы, вот как-то все. Умение вести себя на сцене вообще как-то вот, умение вести какие-то переговоры. То есть вот основы какого-то, назовем это менеджмента музыкального, они сейчас нужны просто как воздух, потому что у нас сейчас вот этого просто нет. И сейчас вот появился вроде как такой немножко, появился в академии прям музыкальный менеджмент, но это к исполнителям мало относится. То есть это их воспитывают просто как людей, которые будут заниматься организацией там концертов. А это должен быть факультатив, прежде всего, наверное, мне кажется, для исполнителей, чтобы, то есть вот эти вот истории необходимые. Вот как раз Женя Лебедев рассказывал, когда он там в Америке учился, никакой лишней фигни в плане перегруза, как это нежизненной информации не было. То есть они отдельно, вот он рассказывал, они учились писать релизы. Класс. К альбомам, например, к своим или еще как-то. И, кстати, вот посмотри, пожалуйста, на его, например, страничку. Он перед каждой афишкой напишет какой-то офигительный вот маленький абзац, но это классно. То есть он каждый раз что-то придумывает так, что, в принципе, ну оно... Я вообще удивлен на Жене Лебедеву, потому что вчера как раз мы его снимали. Вот. Не, ну это гениальный какой-то, я не знаю, парень. Он просто самородок, что там говорите. Да, вообще. Я смотрел их трио, Инстаграм, вчера. Совершенно потрясающие идеи, которые... Ну, Женя Лебедев, когда я в жизни его видел, я с ним столкнулся благодаря Ямахе. То есть вот эти вот достаточно суховатые получались мастер-классы, то есть там и обзоры, которые мы снимали. То есть я не особо следил за его творчеством. Ну, вчера посмотрел, как они раскрасили пианино, поставили его в лес, там играют и играют. Ну, классный джаз фьюжен новый. Это прям здорово. Не-не, это просто... Это фирмачи уже такие. Вот, он как раз просто вот это рассказывал, и я... Вот это огромный минус и пробел вот этой истории в нашем образовании, что вот мы изучаем очень много того, чего как бы вот иногда не пригодится, и совершенно не изучаем то, что сейчас жизненно необходимо. То есть вот это... А что жизненно необходимо с твоей стороны? Как тебе кажется? Ну, допустим, сейчас вот эти введения там соцсетей, умение как-то вот это все правильно себя тоже преподносить. У нас, конечно, у нас, вот в России конкретно, я заметил такую историю, у нас, конечно, очень сильно до сих пор играют роль личные какие-то контакты. Да, есть. И звонок от Ивана Ивановича, от некоего, который должен... Простите, пожалуйста, у меня опять отрубилась камера. Вот, про личные контакты. Да, у нас просто... Я замечал несколько раз такую историю, что, да, допустим, я сейчас про фингерстайл не знаю. Дело в том, что, судя по тому, что я вижу, и что мне в фингерстайле дико нравится, что там сейчас вот огромное количество молодых людей. И вот этого снобизма и как бы вот консерватизма иногда такого, вот его нет. Или, ну, может быть, он там как-то есть. Ну, как бы меньше... Там просто больше молодежи, в принципе. А у нас история наоборот. То есть у классиков какие площадки-то в основном? Ну, филармонии в основном. Какие-то концертные залы, филармонии. А в филармониях работает принцип все равно такого личного знакомства. Вот если тебя когда-то познакомили там с этой тетенькой, которая там решает, тетенька при этом не смотрит ни YouTube, ничего вообще она не... И, в принципе, ей пофигу зачастую. Есть, конечно, отдельные директоры интересующиеся. Ну, вот сейчас мы разговаривали с Никитой Болдаревым в предыдущем подкасте. Он как раз рассказал про филармонию. Он был сейчас в Челябинской филармонии. И говорит, что там вообще все поменялось. Там достаточно молодой директор в этом плане, который ведет потрясающий инстаграм и говорит на современном языке, и даже приглашает порой музыкантов, которые не относятся к классике. Очень хорошо, если так. Но страна у нас огромная. И вот бывает часто так, что ты можешь там, да, как угодно, там гениально вести инстаграм, но это тетка, которая там сидит. До тех пор, пока я не позвонил, какой-нибудь человек, которому она... Вот она ему тоже доверяет. И очень сильно теперь зависит вкус этого человека. Елки. Потому что если, например, по каким-то причинам он не воспринимает то, что ты делаешь, или ему не очень нравится, ну, мало ли, вот так тоже, ну и все, и ты не приедешь в какой-то город, потому что, типа, ну, ты слышал там вот этого? И он ей скажет, ну, слушай, ну, как-то... Ты знаешь, ну, чего-то, наверное, нет. Что-то, наверное, не стоит. Хотя он на самом деле... Ну, вот у меня, допустим, такая история, что при меня какое-то такое сформировалось немножко мнение, что, типа, я такой эстрадник в классике. А, кстати, да, я слышал среди классиков такое мнение в той стороне. На самом деле, блин, на самом деле, это люди... Ну, во-первых, почти 90% из них не были ни на одном концерте на моем, на обычном концерте. Вот, потому что если бы они были, они бы увидели, что, в общем-то, я играю этот процент так называемой музыки более такой веселый, что ли, для более широкого круга, он не такой огромный, чтобы говорить о том, что, ну, я прям какой-то суперэстрадник. Дело в том, что люди просто видели часто, допустим, какое-то выступление на галоконцертах, на каких-то сборниках, а на сборниках, ну, блин, идет фестиваль. И здесь к репертуару надо подходить очень... Естественно, надо быть отличным от всех остальных. Надо просто... Во-первых, надо что-то такое, ну, драйвовое зачастую. Ну, галоконцерт, ну, кто... Если ты придешь на галоконцерт и сыграешь, я не знаю, какие-то там этюды виллолобоса, но тебя просто не поймут вообще... То есть есть музыка, которая нуждается в внятном, как-то вдумчивом настроении определенном, ты должен сесть как-то так спокойно и в течение вот какого-то промежутка времени. Галоконцерт — это всегда, ну, что-то такое, яркие картинки и яркие образы должны быть. Я уверен, что даже если объявить, я не знаю, какой-нибудь галоконцерт тех же самых фингерстайл-гатаристов, каждый даст что-нибудь самое, ну, такое, максимально что-то на публику, у каждого своя фишка какая-то. Ну да. Вот, а у нас с этим беда, например, вот у классической гитары. Я причем задавал вопросы даже таким нашим известным корифеям. Я говорю, вот смотрите, давайте представим ситуацию, что у нас концерт сборный, играет там пианист, скрипач, я не знаю там, кто вокалист. И вот мы, что мы сыграем? Вот вы знаете, ну, там, ты знаешь гитарный репертуар условно, вот что сыграть? Вот как бы ты понимаешь, чтобы пианист сел, и сейчас листа он всадит там какую-то генгерскую репертуару. Да, да, это уже все. Скрипач сыграет к погонению каприз, а ты что сыграешь? Ты как бы на их фоне просто будешь как... Почему, собственно, долгие годы такие академисты, такие пианисты-скрипачи к гитаристам относились так снисходительно очень. Вот. И это понятно, просто по масштабу. Что можно на этих инструментах? Гитара в принципе не звучит громко. Это раз. Их не слышно, не видно. Плюс вот музыка, опять же, репертуар, все, так сказать, золотые все хиты классической музыки созданы, конечно, для вот этих инструментов. И самые крутые композиторы писали для них. Они не писали для гитары, но по разным там причинам. Так вот, что же мы все-таки можем сыграть? И меня этот вопрос всегда немножко волновал, потому что я часто оказывался в таких ситуациях. И мне не хотелось там затеряться где-то на фоне остальных людей, потому что, ну, я считаю, что гитарный инструмент все-таки тоже стоит определенных как-то... То есть это не так, что просто там что-то какой-то второсортный. Нет, это отдельный инструмент со своей, так сказать, очень крутой историей, культурой. Но просто надо найти грамотно вот что именно. И вот сейчас благодаря каким-то современным композиторам и ныне живущим, когда уже такая немножко произошла интеграция, когда классики стали немножко заглядывать еще и как бы в другие какие-то направления, появился Ролан Диенс, например, который вместил в свою авторскую музыку просто почти... Он смешал там Бразилию, Латину, Классику, Джаз, Фьюжн и в итоге, блин, ну в конце концов появился там вот этот фоок знаменитый, который... Еще и слэп в конце. С слэпцом, да. Ну почему бы нет, например, допустим. Вот. И люди просто меня слышали в такой обстановке, когда вот эти сборники, гал-концерты, не знаю, где нужно было играть, что-то такое. А в остальном, на самом деле, я играю традиционную достаточно историю. То есть у меня есть проценты классики и там иногда и барочек как-то проскакивает, то есть и какой-то современный репертуар. Просто у меня есть те вещи, за которые никто не берется, потому что они считаются типа легковесные. Хотя на самом деле, когда мне пришлось вот над ними работать, это было самое тяжелое вообще во всей истории. Например? Мне прямо интересно стало. Ты знаешь, есть такая очень попсовая песенка, которую Сергей Руднев, наш композитор, он ее сделал в аранжировку. Это те... Господи, называется она Дрэг Тайм, Дружба, она не... Она очень сложная, честно говоря. Я ее играл. Да. Точнее как, я ее играл до половины. Потом я понял, что я очень сильно устаю. У Руднева вообще в принципе легкого ничего нет, он делал под себя, а он раньше просто вообще играл, у него руки во-первых огромные. Вообще, то, что он делал... И вот за все время, наверное, что бы я ни учил, это оказалось самой сложной пьесой, при том, что она очень попсовая, легкая, и в принципе, ну да, такая эстрадная. Рудневу в принципе сложно учить ноты, потому что он... Он по-своему очень видит гриф, у него вообще нет очевидных каких-то... Да, то есть там нет аппликатур, которые нам привычные, что-то напоминает типа Бариуса, у Бариуса тоже такие есть решения. Ну самое интересное, если ты выучил, то это настолько легко играется, что это, конечно, его, кстати, невозможно с листа читать. Вообще. Притом он умеет себя с листа читать. Он умеет это быстро записать и быстро прочитать. Это круто. Ну вот он такой же, типа как Бариус, в которой тоже ручищи были огромные, он там писал растяжки дикие и так далее. Так вот, вот эта пьеса оказалась, на самом деле, одной из самых сложных вообще, из которой столкнулся я, потому что мне нужно было вот этот грувчик сделать, и там, кстати, очень много элементов от кантри немножко, ну и... Чик-бум-чик. Да, вот эта история, а для классика это вообще, тебе приходится опускать кисть, а нас, в принципе, никогда, нам всегда, наоборот, ее заставляли поднимать немножко, а мне пришлось это все дело раз, опустить, плюс вот эта техника, вот эта, с этими басами, вот этот бум-чик, так называемый, это вообще, то есть, она крови, так сказать, забрала некоторое время, потому что все пришлось менять, то есть весь аппарат перестраивать под это дело, и мне, а когда я попытался сыграть, посмотрев на акустиков, кто-то, ну на это, они около поставки руку держат, на классике это невозможно, потому что у тебя просто, у тебя просто все, вот это гнусавит, потому что... Ну да, да, согласен. Парни без ногтей играют, а если ты ногтями около поставки там выщипываешь, то она звучит просто очень... По клавесинному. По клавесинному раз, и струны очень жесткие, то есть ты просто там уже просто начинаешь, ну я не знаю, можно снести себе ногти, и я наоборот нашел, что это лучше все звучит чуть ближе к грифу, струны помягче, и они уже так, вот это начинает такой кайфово так подтрескивать, то куда нужно, то есть это заменяет вот этот приглушенный, этот бас, в общем, я там как-то изловчился, это дело сделал. Я помню, мы с ним общались по этому поводу, конкретно по его видению в стиле Томми Мануэля, вот, и как раз вот по поводу этого произведения общались, если Томми Мануэль, он глушит правой рукой, то есть он положил просто, и у него... Ну у него тоже там лапка такая большая. Да, да, то Руднев предлагал глушить все левой рукой, что меня еще больше ужаснуло, потому что у него вот этот вот чик, который должен быть на более высоком басу, он успевает это еще и левой рукой подглушивать. Да, 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 да. Вообще кошмар. Я одну пьесу, да, у него также там учил, и у него прям пометочки стоят, и у меня это просто вызывало... То есть мне нужно было держать аккорд и вот этим пальцем не дожимать чуть-чуть. У меня это просто первое время это вообще диких усилий стоило, чтобы этого не делать, потому что, ну, привыкаешь уже как-то, что уже что-то у тебя тут взято, а они когда из четырех пальцев один чуть-чуть не дожимает. То есть это капец. То есть три пальца зажимает, один чуть-чуть нет. Ну, в общем, это такая история. Вот это оказалось очень сложным. Но вот эти опыт слушания фингерстайла, в том числе там и кто кантри играет. И, кстати, на Нелоне я в итоге... Есть чуваки, но я знаю только Ричарда Смита, кто такой толстенький. Да, да, да. Вот он поигрывает на Нелоне, так скажем, именно вот в этом направлении. Так обычно больше как-то на металле в основном. Вот, а если уж из таких, то у меня, наверное, сейчас на этот Зонкин Мэннин или Маннин. Да, ну, Сонкин. Ну, Сонкин, я не знаю, как правильно. Я тоже не знаю, как правильно. Вот это мы, наверное... У меня есть интервью с ним на моем канале. Да, очень классный чувак. Он как раз... Он крутой, безумно. Вот он как раз делает прямо... Он совместил самые хорошие элементы вообще и из того, и из другого. И мне так это близко прямо вот. Потому что он гитару как-то вот немножко тоже мыслит. Ну, у него препод классный. Вот этот музык. А я не знаю, кто у него препод. Ты знаешь, вот есть такой гитарист. У него зовут Ре-ЕН-Тко Диркс. И вот это как раз его педагог. Он в этом самом... У него в Ютубе есть даже уроки. Как он вот эти все фишки, которые этот Маннин применяет. Прямо все... Крюво. Все прям четко, понятно, что откуда. И кто его научил. И как бы вот как это все происходило. То есть... А он именно тоже... Он такой... Он играет на классической гитаре, с одной стороны. Но с другой стороны пользуется постоянно разными техниками. Вот у него как раз там есть уроки там вот этот слэп на нейлоне, там всякие перкуссивные элементы, с перкуссией связанные. Всякие там грувы прикольные. Вот это вот мне прям очень все нравится. И я так поглядываю. Периодически тоже там какие-то фишечки тоже для себя. Если бы я этого ничего не знал, ну не знаю. А с другой стороны, когда тоже много этого наслушаешь, ты уже не можешь играть просто по нотам что-то. То есть ты должен уже... Чтобы это звучало все-таки как-то фирменно и вкусно, без такой вот как бы приходится соответствовать. Но мне-то всегда работа очень нравится. То есть мне нравится вот понимать, научиться... Скажи, пожалуйста, а ты сейчас много занимаешься? Ну, слушай, у меня нет такого, что типа вот каждый день по 5 часов. То есть нет. Сейчас такого нет. Сейчас скорее... Стараюсь играть каждый день, но это сильно зависит от ситуации. Если, допустим, то есть если у меня был день со студентами, а он обычно такой прям... То там уже не до игры своей. Вечером уже, да. Но ты приходишь как бы так, уже такой немножко офигевший, и уже сам не успеваешь. А у тебя не бывает такого со студентами, что ты с ними позанимался, и немножко перенимаешь на себя их уровень игры, так скажем? Ну, наверное, так прям буквально-то нет, но зато я с помощью студентов как бы сам репертуар очень сильно перелопатил. То есть то, что я бы сам, может быть, не стал играть, но с ними я это вполне. И более того, некоторые пьесы, я в итоге у них же... Что-то мы начали так делать. Я такой думаю, блин, а прикольно, а что-то я вроде раньше и не как-то... И то есть что-то я себе заимствую. То есть как бы в этом смысле они мне тоже помогают. Ну и вообще, конечно, эта работа такая... Учишься терпению, что там говорить. А глобальный такой вопрос, наверное, глобальный вопрос. Какие у тебя цели на ближайшее будущее? Или, может быть, не очень ближайшие? Какие, так скажем, какие мотивы у тебя продолжать дальше заниматься гитарой? То есть к чему ты стремишься? Ты знаешь, у меня вот... Я недавно тоже об этом думал. И у меня такая какая-то жизнь складывается любопытная. То, что, поскольку я не могу себя назвать одним словом, я имею в виду вот в плане... Там, например, я только педагог, или я только исполнитель, или я там, я не знаю, еще кто-то вот как... Ну, какой-то вот этой истории. Потому что чувствую близость ко всему. И что, может быть, не знаю, хорошо это или плохо, не знаю. Но вот так. И у меня вот по отношению к гитаре вот мысли почему-то совершенно непрактичные. То есть я не думаю в смысле, что что-то такое сделать, чтобы там бабла поднять. А мысли у меня такие, что бы еще такое сделать, чтобы как-то поразвиваться. И у меня, скорее, планы такого рода, что мне бы хотелось. Освоить по-нормальному импровизацию. Вот так как-то... Не так, типа, а-ля там что-то такое. Потому что, ну, что-то я могу там так это поиграть. И непосвященным людям даже покажется, что это типа джаз какой-нибудь там или это. Но поскольку я понимаю, что на самом деле все-таки я в этом не профессионал, а мне это интересно. То есть я бы хотел углубиться в эту историю. Я бы хотел освоить еще немножечко строй. Мне очень нравятся пьесы француз... Я не знаю, француз он... Короче, Пьер Бен Сусан, Бен Сусан, не знаю, как его правильно... Не знаю. Ксэр, слушай, ты должен знать его по-любому. Финдер стал его гитарист. Он играет в строе Де... Де... А, Де... Короче, Ре-Ле-Ре-Соле-Ре. Да, я понял. Он для этого строя создает. Я просто не уверен, что я правильно произношу его фамилию. Он уже такой, ему лет 50-55. Он такой романтический. И плюс ирландский. То есть он такой немножко вот в эту сторону, кельтско-ирландскую. И плюс... То есть у него меньше вот там всякого постукивания, а просто он именно играет. И у него классная музыка. Вот этот... Как этот строй называется? Open D, по-моему, да? Насколько я понимаю. Вот. Тут прикольная музычка. И я тут что-то так немножко столкнулся. И мне вот охота тоже немножко это все. Вот. Плюс я сейчас осваиваю гитару семиструнную. Только не русскую, а бразильскую. А там что за строй? Я первый раз слышу, честно говоря. Ты знаешь, там на самом деле ничего особенного. Там просто обычная классика. Только с басом. А, еще добавочный си, наверное. Ну, си или до, или ля. А, ну как настроишь. Как настроишь, да. Вот я уже такую гитару себе там приобрел. Вот. И сейчас я на ней активно экспериментирую. Вот и, в принципе, планировалось выступление. Но вот отменилось сейчас в связи с этим. Вот. То есть у меня, у меня как бы такие интересы вот по творческой части, скорее, большие. Потому что я не очень знаю, сейчас я не могу прогнозировать, к чему это приведет. Например, с точки зрения финансовой, как это все будет. Вот. Вот. Но мне интересно это реализовать вот просто для самого себя, как для профессионала, так скажем. Вот. Ну и плюс какие-то по аранжировке вещи. То есть просто тоже немножко в эту тему углубиться. И мне вообще очень нравятся такие камерные сочетания с гитарой. Допустим, там, гитара с плюс, там, какой-то инструмент. И вот если, например, у классиков как раз с этим была все время беда в том ключе, что, например, есть дуэты гитары со скрипкой, но как, ну что это из себя представляет? Это скрипач солирует, а ты как бы ты играешь в умцовомца. Да. И вот потом, когда я послушал того же Сонки Майнина со скрипачом, если ты слышал у него. Да, он слышал. Круто. Слушай, ну вот, это вот то, что как бы, когда каждый инструмент продуман по партиям, и это сделано так, что там никто не в обиде, а все как бы, вот. И мне нравятся вот такие вот варианты, вот когда маленькие какие-то дуэты с каким-то инструментом. И, кстати, вот именно у, не знаю, назовем так, джаз или фингерстайл исполнителей, вот у них очень классные коллаборации такие есть. Допустим, там у Мартин Тейлор, такой джазовый гитарист, здесь он же такой, почтенных лет. Да-да-да, не знаю. Вот. Вот он, у него альбом с кларнетом я слушал. Слушай, ну кайф. Просто я никогда не думал, что как-то гитара с кларнетом, что-то вообще из этого что-то может внятное получиться. Надо послушать. Кларнетик просто такой мягенький, такой все это. Ну, такой традиционный такой джазец, прямо очень как-то душевно расслабляешься. Вот. В общем, меня интересуют вот такие профессиональные такие моменты. И мои, наверное, вот так цели можно назвать. То, скорее, мне интересно вот развиваться вот в какую-то такую сторону, помимо, ну, моего, в принципе, моей общей жизни. Вот. А вот в плане, допустим, там каких-то карьерных дел, ты знаешь, я сейчас вот, тоже вот находясь внутри этой кухни и наблюдая за всем этим, я вот тоже понимаю, что иногда над чем-то мы не властны. Вот в каких-то вещах. То есть я... Сейчас идет... То, что меня немножко расстраивает, пожалуй, это то, что планка немножко так падает в плане вкуса именно зрительского. Потому что люди все меньше и меньше разбираются вообще в чем-либо. То есть они слушают любой, практически любой продукт и не очень понимают, это вообще как бы оно как, нормально или это все-таки хреново. И я просто вижу за тем, что, как многие мои известные старшие коллеги, например, лезут как раз именно в эстраду, не понимая их законов. Сейчас не буду озвучивать, чтобы никого там не задевать. Вот. Но я просто... Это стыдоба просто чистой воды, потому что они это понимают, что типа надо просто погромче там что-то выдирать или там еще что-то. Но на самом деле... Я понимаю, о ком идет речь. Скорее всего. Да, наверное. Вот. Но тоже хороший эксперимент. Ну, конечно, это должно быть все-таки все равно профессионально, я считаю. Вот. Но, опять же, поскольку люди не сильно в это вникают, и получается, что можно и так, и что, как, ну, как это, people have it, да? И людям нравится. И людям нравится. А я вот как раз... Вот это мне не нравится, то, что... То есть как бы хочется... Мне хочется именно качественного какого-то продукта в первую очередь. И сейчас такая наступает эра, знаешь, борьба менеджмента и борьба директоров. То есть вот, по сути, вот берем, не знаю, меня, тебя, кого угодно. Ты умеешь там играть на гитаре, я умею играть на гитаре. И отдаешь меня в руки вот какого-нибудь хорошего, грамотного, там, не знаю, пиарщика. Все. Ну, через какое-то время у тебя будет... У тебя успех. У тебя успех. Да. И ты понимаешь, что на самом деле ты лично в принципе не особо имеешь значение, потому что это может быть ты, я, не знаю, еще кто-то, любую фамилию берем. У нас сейчас просто в стране, мы можем сейчас вот так взять и найти с легкостью, ну, сейчас на слуху, там, я не знаю, человек 15 гитаристов, ну, таких хороших, нормальных гитаристов, которых вот... И вот кто-то из них преуспевает, кто-то не так преуспевает. Да. Но по сути, вот, что меня немножко именно расстраивает, то что иногда вот этот успех как раз зависит не столько от того, что ты умеешь, а просто от сочетания вот этих фактов, там, умеешь ты вот как-то провести... Я понимаю, о чем ты говоришь, и здесь я тоже об этом думал, и мне очень близко твое состояние, когда ты смотришь, особенно на поп-сцену, допустим, я помню, как-то было какое-то интервью с... ну, краем глаза я зацепил, не то чтобы я увлекался этим, а сейчас вспомню, как зовут... неважно, в общем, я забываю, как зовут поп-исполнителей, вот что-то типа Макса Барских, не Макс Барских, а другой товарищ, вот, про Кеды, который пел, забыл, ну, ладно, вот, и он говорит, я к этому так долго шел, и я добился результата, я думаю, какого фига, я к этому долго шел, я занимался, и мои друзья занимались им долго, а он к этому шел и добился, и я прям так вот ёростно бесился на эту тему, в какой-то момент я понял, что действительно я-то к этому не шел, а он шел к этому. То есть получается, что он занимался просто другим. Да-да-да, ты абсолютно прав, и на самом деле именно вот эта мысль меня как раз от этой внутренней, так сказать, желчи, она и успокоит, потому что я понимаю, что то, что, наверное, нужно мне, оно немножко лежит в другой сфере. То есть в общем и целом все справедливо в каком-то ключе, то есть те, кто хотят именно успеха, именно успеха, они живут ради него и вот к нему, и они его если добиваются, ну, зачастую, то так, да, наверное, они этого и хотели, и в принципе им, наверное, он и воздался. Другое дело, что бывает, то, что я иногда наблюдал впоследствии. То есть успех-то вроде как бы типа есть, а вот сам исполнитель при этом почему-то, вот я его на него смотрю, и что-то он какой-то несчастный все равно при этом. То есть он вроде залез на вершину-то как бы какую-то определенную и получил, ну, условия, скажем, более выгодные или более хорошие по сравнению там с основной массой, только он что-то все равно как бы радость от этого, да. То есть, видимо, это тоже такая история больше о внутреннем каком-то состоянии, потому что, ну, деньги, они, ну, их, ну, то есть их наличие или там как-то это не делает тебя счастливым. Да, да, в этом смысле. То есть я тут как бы более, может быть, более философски к этому что ли отношусь, потому что мне, наверное, мне, вот мне лично, важно мой уровень, наверное, профессиональный, и что я сам сейчас в своих глазах из себя представляю, чем если бы мне платили за концерт там какие-то огромные бабки. Потому что если бы я понимал, вот это, к сожалению, тоже. А тебя не расстраивает, что твой профессионализм не оценивается на том уровне, насколько он, ну, на данный момент есть? Ну, слушай, конечно, мне, я бы с удовольствием был бы рад и счастлив, если бы это как-то было там… Ну, просто твой уровень, я понимаю, сколько за ним стоит часов, лет и вообще переживаний. Я согласен. И мне бы, конечно, я говорю, я еще раз, я ничего против этого не имею. Но, с другой стороны, я, если я понимаю, что, например, вот какие-то механизмы я вот сию секунду не могу переломать, а именно вот то, что у нас сейчас пока происходит по личным контактам и вот эта немножко взаимосвязь вот этого, то есть если ты не познаком, вот с ним-то не знаком, ты туда не попадешь, вот, и вот вот эта вот вещь, я понимаю, что, например, какие-то вещи я не могу это изменить, потому что эта система, сложившаяся очень-очень давно. Вот по поводу знакомств я тоже размышлял, мы очень часто с братом по этому поводу общаемся, он тоже музыкант, тоже заканчивал классическую гитару, я его учил, он подготовился, вот, в конечном итоге он сейчас занимается совсем другим, он ушел в электронную музыку, вот, и он тоже говорит о том, что вот, все, по знакомствам и так далее, мы много проводили бесед, потому что он вообще сторонник европейского склада мышления, но в конечном итоге мы подошли еще более философски к этому вопросу, что, так скажем, есть пространство вариантов, и все наши знакомства, это на самом деле получается тот уровень, на котором мы сейчас находимся. Получается, что я лично, когда я работаю где-то, я, в принципе, зову тоже по знакомству, но так получается, лично в моей жизни, что вокруг меня именно те профессионалы, которых я хочу видеть, вот, а те, которые, то есть, получается так, что в моем мире мои друзья — это люди, находящиеся на моем же уровне, а то и выше, потому что я туда стремлюсь, и получается, или ниже, но стремящиеся, то есть я с ними нахожу какую-то точку соприкосновения, и в этих знакомствах я не вижу ничего плохого. Нет, нет, это все правильно, и в этом смысле полностью согласен. Я имел в виду такие вот консервативные нюансы, то есть когда ты не можешь достучаться до людей, то есть ты им предлагаешь, условно говоря, просто познакомиться, прослушать, просто, да, просто послушать, условно говоря, что-то еще. И они просто не очень это хотят делать, просто потому что, ну, вот как-то, не знаю, нет интереса какого-то определенного. Я рад, что сейчас это немножко меняется, просто это еще немного, этот элемент еще есть, у нас просто немножко долго все это реформируется в сознании. Вот, понимаешь, вот в той же самой гитарной тусовке на дворе 2021 год, в классической имени, блин, люди на полной серьезе еще обсуждают технику Сиговии. Да что за фигня вообще? Это уже просто все уже... Вообще в классической гитаре я не вижу много новых имен, честно говоря, особенно вот на нашей эстраде хотелось. Ну, эстраде, по сути. Вот, я все вижу у тех же самых людей. Это Гларионов, Дервоед, Фелькенштейн, Мамед Кулеев, да, и правильно я произнес свою фамилию? Правильно, да. Да, вот, и тебя я увидел чуть-чуть позже, чем всех остальных, и все. Слушай, ну, понемножку они тоже чуть появляются, но тут еще тоже момент такой. Видишь, инструмент, ну, я имею в виду вот это направление, оно все-таки тяжелое в этом смысле. То есть ты уже как бы, как это сказать, то есть фингерстайл охватывает большую аудиторию, как-то априорно уже на более. Здесь уже нам аудитория гораздо меньше, и путь такой более тернистый. Требуется, во-первых, очень-очень много лет отдать инструменту. Очень большое количество посвятить этому сил. И выхлоп, возможно, будет, а, возможно, не будет. По ряду причин. Потому что сейчас у нас как-то такая общая тема с классикой. Это же не только касательно гитары. А вообще в мире происходит такой момент интересный, что пытаются это все популяризировать очень сильно. Только в итоге получается, что в мировой такой классике тоже немножко все упростилось. То есть, сейчас объясню. То есть, что мы видим на афишах в основном, ну, каком-нибудь, берем очень пафосный какой-нибудь там лондонский зал, какой-нибудь Альберт Холл, там играет симфонический оркестр. Что они будут играть? Скорее всего, это будет Вивальди. Орон Хуэс? Если с гитарой. Если с гитарой, то да, Орон Хуэс. Если просто... Что там такое? Моцарт, может быть? Да. Никто не будет играть там Шостаковича или... Или, да уж, я в том, что Шостакович — это уже, можно сказать, классика, а что-то более жесткое уже, ну, крайне редко, потому что... Так, прости, у меня что-то опять вырубилось. В принципе, вот в новых реалиях тоже академические музыканты и кто играет классическую музыку... Сейчас говорю, афиши сильно облегчаются в этом смысле, потому что, чтобы приманить инвестиции, так называемые, да, чтобы люди как-то платили и спонсировали, помогали, то подстраиваются под вкусы всё-таки широких слоёв, конечно же. Вот. И, соответственно, тенденция, она как бы перекочевала практически на все вот эти сферы. То есть исполнители начинают немножко раздевать. Уже так смотришь, как бы уже пианистки сидят в мини каких-то там такой немножко обнажённые. Вокалисты уже тоже такие начинают какие-то быть более... То есть вот это... Пытаются как-то в тренде, так сказать, быть. Вот. И в этом смысле пробиваться сейчас... Ну, человеку, который, например, классическую гитару, он играет академический репертуар. Допустим, он его искренне любит. Очень тяжело ему куда-то его применить, потому что, ну, очень плохо он идёт в этом смысле. Люди, ну, тоже не испытывают большой тяги вот к такой какой-то музыке сложной или там авангардной или ещё какой-то. То есть вот поэтому, например, там с новыми именами... Ну, тут, во-первых, в принципе, новые имена — это всегда штучные истории. То есть это на сто человек, может быть, один такой появится. Их... Наверное, это нормально, то есть их и не может быть много. Если бы их было каждый второй, то, наверное, их бы тоже было... Ну, смотри, допустим, в поп-музыке у нас новые имена сейчас стреляют чуть ли не каждый день. Сейчас стало столько звёзд, и они действительно популярные. То есть почему это происходит? Потому что люди влащают много контента, и остаётся много пространства для новых имён. Да. А в классике... Ну, и быстро забывают, в общем, наверное, тоже. Быстро забывают, да, но а что делать? Ну, правда, я половина... Да. Половина, кстати, этих же новых исполнителей... Я зачастую сам не успеваю... То есть я знаю, например, песню, но не знаю, кто автор. То есть на слуху что-то идёт, а кто это? Кто этот человек? И это довольно часто происходит, что... Да, они популярны, но определенный процент людей даже не очень знают, кто это сделал. Ага. Вот, поэтому... И плюс проходит года два, и уже ещё один раз выстрелил новый чувак, а тот старый уже как бы немножко... То есть вот эта такая чехарда, тоже не знаю, к чему это тоже приведёт. Вот. Но у нас, ну, я говорю, что много должно сойтись каких-то факторов, чтобы вот пошло-поехало. Ну, сейчас есть ребята, которые начали немножко так быть, уже определять какое-то следующее поколение. Вот. Просто много народу, конечно, отваливается в процессе, естественно. Потому что... Ну, дело так... Это, знаешь, как, допустим, быть вот сейчас каким-нибудь там исполнителем на Виоле да Гамби, или там на Туорбе играть на какой-нибудь себе, или на Людне там вот. Ну, в Европе это вполне даже востребовано. В Европе очень даже. У нас сейчас, в принципе, как выяснилось, тоже это достаточно востребованный экзотик, но всё равно это такие очень уникальные специалисты, которых много не может просто быть. И вот здесь вот иногда получается, что гитаристам сейчас... А как ты думаешь, гитара классическая далеко ли находится на данном моменте её жизни, допустим, от Туорбе? — Я думаю, что всё-таки, конечно, далеко. То есть классическая гитара сейчас переживает у нас в стране, по крайней мере. Ну, детей слушаю, дети просто сейчас... — Вообще. — Дети просто играют вообще как-то невозможным образом. — Я в шоке. — Да. — Я в шоке просто от того, что они делают, потому что это уровень... У нас в училище, в училище так не играли вообще даже рядом. — Я даже, честно сказать, иногда смотрю на них и думаю, блин, а что дальше-то будет? То есть как бы он уже там в 12 лет, и он уже может, в принципе, да, в училище играть спокойно. То есть даже прямо любопытно, что с такими детьми дальше будет происходить. — Просто... — Нет, гитара в этом смысле... У нас есть музыка, которую сейчас люди стали создавать, сочинять, которая, в общем-то, я считаю, она может на широкую аудиторию пойти. Ну, допустим, Руднев при всей его там сложности для исполнителя, но на слух это очень круто. И вообще, например, это вот то, что не стыдно сыграть нигде. — Вообще. — То есть как бы ты можешь сыграть это, я не знаю, и в каком-то зале, ты можешь сыграть это любой аудитории, которая... — За столом. — За столом. — Ты можешь сыграть это, да, где в клубе, и это всё равно будет к месту и понятно. То есть и вот таких людей становится, в общем, какой-то процент композиторов, которых можно... — А, в общем, про кого мы сейчас говорим? Я просто выпал из классической гитары. — Ну, смотри, ну, тут Руднев, допустим. — Ну, Руднев, да. Козлов, я считаю, вполне себе уместен. — Все равно, понимаешь, это уже не новое поколение. — Не новое, да. Да, совсем, наверное, вот таких прям супер-супер свежих... Ну, мне нравится вот «Итальянец» Маурицу Колонна. Ну, мы тоже, правда, за полтинник где-то. То есть он... Вот, я его случайно нашёл в дуэте с Фрэнком Гэмблом, на самом деле. — Нормально. — Да, я... Причём я искал, скорее, Фрэнка Гэмбла, и тут вдруг я наткнулся, сидит Гэмбл, значит, играет на акустике, и с ним чувак на классике. И так он это лихо делал. И тут такой, ну, что это за чел такой? И я стал искать, и нашёл, в общем, его музыку. Что-то снял на слух, потому что у него нот нет. Вот, это, кстати, очень сильно так стало популярно. Меня тут завалили этими, где бы взять, где бы взять. Вот. Потом... Ну, да, Браур уже старенький, хотя, ну, и он, в принципе, никогда не был как-то лёгким композитором для... То есть у него такой и цели-то не было. Он, скорее, такой более... Вот, ну, слушай, сейчас пытаюсь вспомнить, кого бы ещё я так мог назвать. Что-то сейчас не вспоминается. Как это... Типа, скажи, что-нибудь смешное. Ну, ты, блин, сразу пишешь. На самом деле... А может быть, просто это не очевидно? Да, на самом деле появляются немножко люди. Просто иногда кого-то мы... Сейчас ещё не сразу успеваем вот так... Понять. ...оценить, да, вот в какой-то момент. Но я думаю, что сейчас всё равно есть уже такая хорошая тенденция какая-то вот к интересным всяким коллаборациям, когда уже понемножку тоже классические гитаристы начинают вылезать из своего этого сундука и чуть-чуть как-то с миром больше взаимодействовать. Мне это вот как раз и хотелось бы, чтобы... У меня несколько вопросов. Да, конечно. Я думал, мы сейчас будем заканчивать, но нет. Вопросов на самом деле куча. Мне кажется, мы ещё повторим подкаст в дальнейшем. Вот уже продолжу нашу с тобой беседу. Смотри, ты говорил о том, что начинает одеваться как-то вульгарно на сцене. Я наблюдал всё время такую картинку с классиками, которая меня смущала с первых дней. Почему классики одеваются по классическому на сцене? Почему нет какой-то свободы в этом плане? В плане надеть то, что тебе комфортно и удобно. Слушай... И почему мы никак не свяжем ту музыку, которая классическая, даже барочная, с нашей обыденностью? Мне кажется, вот это очень сильно отстраняет обыкновенного слушателя в том числе. У меня как раз с этим такая история была. Я сильно отличался в этом вопросе. Потому что в какой-то момент... Ну, слушай, это вбивается с детских лет. Типа белый верх, чёрный низ. Знаешь, вот эта история. Люди просто... Ну, они в какой-то момент это просто делают. То есть неважно. Просто так привыкли. Чёрный костюм. У меня в какой-то момент произошло обратное. То есть я до того, как я стал играть танго, я так, в принципе, и представлял. Чёрные брюки, белая рубача. А что, ну, как-то... Пока не увидел аргентинцев. Давайте вообще. И пока не попал в Европу. Вот первая поездка, когда мы поехали выступать в Европу. И, значит, мы, по-моему, попали в Италию. И я посмотрел на мужиков там, которые просто по улицам ходят. Даже менты, блин. Слушай, ну... Я такой... А-а-а, чё ты. И я помню, мы зашли в магазин. Какая-то там Зара местная. То есть, ну, знаешь, это... Да. Вот. Я смотрю, жёлтые джинсы лежат. Жёлтые джинсы и красные джинсы лежат. Ну, а на дворе, типа, там, я не знаю, может... Восьмой год. Не-не-не, раньше шестой, может быть, дальше. Ничего себе. Вот. А у нас этого не было. То есть у нас была Зара там где-то в Москве. Ну, там чёрно-серая, синяя какой-то. А-а-а. А тут, значит, и я прямо такой, блин, я сразу вообще схватил эти красные штаны, что-то жёлтые штаны. И я стал в этом ходить. И потом, как выяснилось, мне об этом сказали позже, у меня просто жена, это моя однокурсница по академии. И вот она... Тогда мы ещё не встречались, но она такая говорит, слушай, ты вот в жёлтых штанах там. И как бы это вызывало какую-то такую... Дискомфорт. Ну, типа, что, мужик в жёлтых штанах, что-то какие-то странные какие-то. Тогда это ещё как-то не было вообще. И вот потом я задумался про вообще сцену. Тут так, думаю, блин, мне достался чёрный цвет, это похоронный. Тем более, что я тогда уже стал тоже играть разную музыку, включать в программы. Я думаю, ну какого хрена я буду играть, вот я не знаю, там, то же самое латину какой-то в чёрном цвете. Плажа какая-то. Я стал немножко просто... Во-первых, убрал этот цвет. Вот как с тех пор я никогда не выступал в чёрном костюме. Где-то примерно тоже с восьмого года, наверное. Я купил, значит, ярко-синий. Снастился там какие-то бордовыми ботинками. Короче. Чё-то меня все там классики думают, что я такой, не такой. Да-да-да-да-да. И я помню, я на какой-то фестиваль так явился. И слушай, я потом понял, да, все в чёрном были, все. И я тут, значит, в синем костюме, ботинки тут. Ну они так как-то выпендрёж. А я понял потом, что... Потом смотрю, народят столеты. Во-первых, у меня почти все студенты сразу приобрели. При том, что я их никого не заставлял. Да-да-да. Но процесс пошёл. Смотрю остальные так, ребятки, коллеги, тоже так что-то смотрю, стали уже немножко... Пестрить. Да, ну так что-то уже. Вот, поэтому я скорее за такой... Не как по джазу, там, футболки в джинсах скорее. Ну у меня, во-первых, в футболке просто неудобно играть. Рука просто прилипает. Ну, мне удобнее играть в рубашки. То есть я отошёл от пиджаков, и я стараюсь просто делать такую... Ну в пиджаке вообще катастрофически. Это вообще жесть. Я не знаю, как все играют. Я вот все разы, которые мне приходилось это делать, я прямо... Не знаю, у меня последняя вот на прошлой неделе там просто проект один есть, где вот гитарное трио. Ох, а там ребята прям такие академисты. Да. И вот прямо вот в костюм обязательно, в костюм. Я умирал в этом пиджаке, потому что у меня такое ощущение, что у меня прям вот это мне не нравится. Поэтому я, короче, взял от аргентинцев и от европейцев и от танго-танцоров такую какую-то вот картинку, которая мне очень нравилась. То есть, во-первых, цвета какие-то не похоронные, а какие-то жизнеутверждающие. Вот. Потом обзавелся такими танговскими ботинками, а у них очень классная обувь. Она вот... Там миллион цветов. То, что ты на рынке не встретишь, на заказ делаешь. Вот. И я так стал таким... Это на некоторых производило разные очень впечатления, особенно в регионах. Ты еще приедешь в филармонию в каких-то красных шузах таких понтовых. Вот у меня просто проблема, потому что мне нравится... Мне комфортно в футболке. Ну, и замечательно. Ну, слушай. Да, но я не мог выйти на конкурс в футболке, понимаешь? Максимум, что я потом стал себе позволять, это водолазку. Вот. Потому что если я выйду в футболке, то водолазка на тебя смотрит, типа ты еще в футболке. Да, да. Ну, вот у нас есть определенный... Это не вопрос понтов. Просто мне комфортно. Я понимаю, конечно. У нас есть определенный пунктик в нашей среде. И он в определенном смысле оправдан тем, что он создает настроение. То есть идея в том, что ты не такой, как всегда, а вот как бы в особой, ну, назовем так, некой торжественной какой-то обстановке. То есть костюм призван тебя мобилизовать, что ты не как в жизни, а вот именно в особым каком-то таком настроении. И я, наверное, я где-то примерно посередине. Точнее, не так. Я за то, чтобы это соответствовало репертуару. Наверное. То есть в плане фингерстайла очень органично все смотрится. Ну, я вот скажу, всех, кого я не видел, все супер. В плане, допустим, классики, наверное, может быть, со всем футболки, мне немножко режет по сочетанию. То есть можно просто не обязательно похоронные варианты, но просто чуть более строго. Чуть более. Но если ты как бы опять играешь что-то демократичное, то почему нет? Я лично просто за какую-то просто за гармонию, что ли, образа и музыки. Иногда бывали шаблоны, я помню, видел в общаке, когда жил, там был офигительный пианист, но он выглядел абсолютно панком. Просто он татуированный с ног до головы, туннели, ирокез. И вот он сидел и играл глинку на рояле. Вот, блин, глаза закрываешь, опалдин. Все класс. Супер. Открываешь, сидит панк и играет вот это. И вот это... А профессура там просто была... А он так приходил. А там старые дедушки сидели. Скажи, ты про жену уже дважды сказал. А она чем занимается? Музыкант. Ну, конкретно. Аккордеон. Аккордеон. Да. Прикольно. И вот она выступала, ты говоришь, по заведениям. У них просто была женская команда. Они такой играли что-то типа электросвинг и всякое такое. Прикольно. Франция, Италия, электросвинг. Вот это вот все. У них там было полностью девчонки все. Тебе приятно, что твоя вторая половинка музыкант? Потому что очень часто слышу от музыкантов две противоположные точки зрения. Кто-то прям говорит, что классно, когда вот моя жена музыкант, а кто-то считает, что наоборот, лучше подальше какой-то профессии. Ты знаешь, нет. Я, наверное, к первой принадлежу половине. Просто по причине того, что если вы в одном цеху, то она тебя просто поймет в каких-то вещах. Потому что с музыкантами, конечно, жить сложно. Вообще капец. Потому что у тебя нет такого графика, что ты типа с девяти до пяти, а потом все. И ты пришел такой домой, и все. То есть ты живешь, мало того, что ты можешь жить с девяти до пяти, но ты еще придя домой, еще должен продолжать работу. Ну, возможно, что-то поиграть, что-то поучить или быть в каком-то там творческом процессе. Вот сейчас, сейчас в частности все осваивают там всякие вот эти стримы, видео и т.п. Вот. И если с тобой человек, который совсем не понимает и не близок, и работает по стандартному графику, то, во-первых, вы с ним не будете видеться толком. Вот. А если, например, поездки какие-то, репетиции, концерты, то ты просто глубокой ночью приезжаешь, например, человек уже спит, а утром она уходит, ты еще спишь. Да. И вот это вот накладывает не всегда хороший отпечаток. Иногда бывает исключение, если, например, ну вот ты мужчина-музыкант, а женщина, она не музыкант, но она очень любит музыку в принципе. И она относится вот к музыкантам именно с огромным уважением и пониманием. Вот если такой человек, то да. А так на самом деле бывает, знаешь, как скорее среди музыкантов тоже люди разные бывают. Вот если, например, жена-музыкант, но вокалист, тут сложнее. Вот тут уже нюанс. А я знаю. Они как бы, особенно если это, например, академическая вокалистка. Ну это совсем. У них очень много заморочек, профессиональных, ну и вообще всяких, особое мироощущение. И вот тут ты будешь, тебе скорее придется подстраиваться как-то, потому что люди своеобразные. А инструменталисты, ну по-моему, если так в целом, то в общем все адекватно. Бывают нюансы, когда вот если, например, люди играют на одном инструменте, вот тут... Могут не сойтись. Могут взгляды. Тут просто надо сразу понимать, кто на какой ступени. Это иногда, чтобы люди не конкурировали. Вот. То есть если места сразу как-то в головах поделены, то кто где, то в принципе все нормально. Просто есть офигительный, мой один из самых любимых гитаристов, француз, Сильван Люк, его зовут. Это вообще какой-то... Это уникальный человек. Вот это, наверное, у меня прям... Это ты хочешь так импровизировать. Да. Это, конечно, очень круто. Меня просто вот его восхищает просто абсолютно все, что он делает, потому что вот он органично смотрится, во-первых, почти в любом проекте, где бы он там ни оказывался. Я его видел и с иранскими барабанщиками, он там, значит, фолк рубил, такой, значит, и джаз, и где-то там и джаз-рок какой-то, и не знаю, потому что он играет и так, и сяк, и пальцами, и медиатором, и сольно, что особенно... что редко. Вот у него жена гитаристка, как я выяснился. Не знал. Я сам не знал. Он как-то так, видишь, они не особо... Про этих людей вот как раз хочется бы узнать, а про них нифига нет, потому что никто у них там интервью особо таких не берет. Я поэтому про его жизнь вообще ничего не знаю. Вот мне тут сказал один француз, я просто общался с французским гитаристом, вот он сказал, что у него жена гитаристка, но... А он говорит, она понимает, кто он, и что это как бы такая величина, а она с ним... У них есть совместный дуэтик, где она играет классические пьесы, обычные, а он к этому, так сказать, партию свою приделывает. Да. Слушай, я тут услуханул, ну кайф, у него Бариуса она играет, он там так вкусненько, вот он просто вот, он еще чувствовал момента, вот он знает, что, куда и сколько. Абсолютно вот туда, то есть прям можно прям снимать или партию его записать прям на две гитары, то есть они на двух классических гитарах играют вдвоем, вот, ну как он сказал, ну она ведет себя очень тихонечко, типа, потому что, как бы уровень, как бы, вот здесь, я так понимаю, хороший тандем, в плане, то есть, они не борются за место, у меня просто была в училище девушка гитаристка, и вот у нас, к сожалению, не очень сложилось, потому что, вот она ревновала к моим успехам сильно, прям вот, и это было видно, и меня это задевало тоже как-то, то есть, что, там у меня что-то идет, допустим, что-то я выиграл, допустим, а она нет, и вот у нас, как бы, я понял, что, а я наоборот сначала думал, о, класс, мы сейчас там, вообще нифига, вот просто нет, потому что, если люди, вот пытаются вот так бороться именно, то ничего не выйдет, а в остальных случаях, если это человек-инструменталист, и смежные тобой, специальные, ну, схожие с тобой ситуации, то, конечно, с ним будет комфортно, потому что он тебя всегда поймет, он поймет, что тебя парит, если вдруг вот, то есть, основная часть людей, из мира обычного, они вообще скажут, что-то, какие там заморочки, что-то фигнёй страдаешь там, что-то ты там обдумываешь, какие-то там вот эти, вот мы сейчас с тобой вот это разговариваем, это всё… Никому не интересно. Ну, никому, но это основной массе людей просто не очень понятно, о чём мы тут говорим, какие-то там и самореализации, там само вот это всё, там что-то, какие-то копания, там своё место, вообще не этим живут очень часто, и если с тобой человек, который не очень это понимает, а музыкантов реально заморачивается очень много по разному поводу, то есть просто, начиная от какого-то творческого замысла, когда ты живёшь там, люди-то что-то сочиняют, что-то придумывают, они вот в этом живут 24 на 7, пока вот это не кончится, и ты должен этого человека как-то понять и не там не лезть или там помочь ему, наоборот, в этот момент, не грузить его там, я не знаю, вот, и, конечно, это может выдержать только тот, кто понимает, почему так. В общем, у тебя дома идиллия в этом плане. Ну да, то есть как бы мне в этом смысле повезло, я считаю, конечно, да. Круто. Круто. То есть как бы, что не было такого, потому что многие просто женщины, там где-то на работе у нас, там кто-то, какие-то канцелярии или бухгалтерии, они говорят, ну нет, я бы никогда не стал с таким же, типа, потому что, потому что, ну и что, ты там где-то в поездках, что-то там делаешь, неизвестное ещё. А самый прикол, что вот они все думают, что там музыкант приезжает на гастроли, обязательно он должен во все тяжкие пуститься срочно. Там нет на это сил. На самом деле, все хотят просто сыграть и прийти вот в номер и посидеть вообще спокойно, чтобы тебя никто, блин, не трогал. Какой там ещё куда-то идти, что-то там делать. И этот миф очень давно развеял сам для себя, потому что, как только это началось, ты, все твои мечты, это вот быстрее бы, вот поспать, вот нормально просто, и поесть, может быть, как-то хорошо, и поспать, и никуда не шарахаться, ни по каким там, не знаю, заведениям, и уж не говоря о чём-то прочем. Понимаю. Это такая история. Ром, я сейчас поправлю камеру, и мы будем завершать наш разговор. Подводит меня камера, но, видимо, она намекает, что нам всё-таки пора заканчивать этот разговор. Вообще, я не ожидал, что будет так интересно и так круто, и так легко, прям супер. Ром, спасибо тебе большое, что ты заехал в гости. И на самом деле вопросов, ну, когда я тебя встречал, я тебе сказал, что я не готовился, может быть, что-то ты предложишь, и, конечно, сошлись на том, что будем импровизировать, и оказывается тем бесконечное множество, и мне кажется, это можно ещё часов восемь сидеть. Абсолютно. Поэтому я надеюсь, что мы с тобой увидимся чуть-чуть попозже, вот, там, через полгодика, и поговорим, типа, как это, как там, вторая часть или сиквел. Сиквел. Ладно, Рома, спасибо большое. Спасибо. Всё, удачи тебе. Спасибо. Пока-пока, ребята. Редактор субтитров А.Семкин